ПОЛЁТ Капитан Таманцев, проходите. На воротах сидел цельный подполковник. Кучеряво вы здесь живете, подумал я. И это, капитан, давай там без своих приколов. Понял? Он взял своими наманикюренными пальчиками верхнюю пуговку на моем кителе, «Ничего себе! Будет еще всякая тыловая крыса за мои пуговицы хвататься! А вот так!» В моей ладони захрустела кисть подполковника, и он мгновенно покрылся испариной. Изменившись у лица, он часто заморгал. «Поучи еще меня, секретарша!» В последнее слово я вложил как можно больше яда и улыбнулся своей фирменной улыбочкой, от которой обычно фашистские диверсанты просились домой. К мамочке! Подпол на полусогнутых юркнул за стол и выкатил свои рачьи глаза с ненавистью, зыркая за баррикады папок. Не обращая на него внимания, я прошел в святая святых. К начальнику штаба 70-й армии 2-го Белорусского фронта Петру Ивановичу Ляпину. К Иванычу, как его называли за глаза солдаты. Мужик он строгий, но справедливый, в обиду не даст, но если накосячишь, то держись. «Тебе все ни по чем, капитан, все такой же бодрый и подтянутый». Меня, то есть капитана Евгения Таманцева, генерал знал хорошо. Мы с ним познакомились еще в августе прошлого года. Он мне лично присваивал мне очередное звание за тот случай в Белоруссии. «Эх, хорошо, мы побегали тогда. Как же я люблю диверсантов! Они никогда не сдаются, знают паскуды, что кранты им придут. Здоровые все отстреливаются, но меня тоже природа силой не обидела. Фрицы все как на подбор, двухметровые матерые волки. Ну а я как раз волкодав. Здрасте! Здравия желаю, товарищ генерал-майор!» Лихо отрапортовал я. «Что мне будет? Я же заговоренный». «И веселый. Ну что, Женя, иди-ка сюда поближе». Он указал на карту под шторкой на стене. Раздвинув штору, он взял карандаш со стола. «Ты, наверное, уже в курсе о скором наступлении. Вижу, в курсе. Ну вот так значит. Ты будешь смеяться, но у нас в тылу опять завелись клопы. Ставка дала понять, что если мы обосремся и демаскируем резервы, то даже думать не хочу. Действуют они в нашем тылу нагло и развязно. Помимо них там полно еще всякой живности. Дезертиры, фрицы, не вышедшие из окружения и сидящие под каждым деревом. «Просто бандеровцы недобитые, всякой твари по паре. Но они мне не нужны. Меня интересуют только диверсанты, Женя. Группа Одер. Могли бы пооригинальнее чего-нибудь придумать. Во всяком случае, за последние два дня они четыре раза выходили с таким позывным. Ничего уже не боятся. Не верят, что мы добьем фашистов. Мол, до Европы дошли и пора по домам». «По каким таким домам, товарищ генерал-майор? До Берлина, только до Берлина!» «Я с тобой согласен, капитан. Но вот эти тараканы мешают нам нормально собраться. Две недели у тебя есть, но по факту всего одна. Есть у нас свои люди в местном подполе. Может, чего подскажут полезное. Хотя надежды на них мало. Гниловатый народец эти поляки. Задание серьезное. Твоя группа будет не единственная. Каждого командира инструктирую лично. Вот, смотри сюда. Он указал на карту. Треугольник из населенных пунктов. Астраленко, Новогруд, Ломжа. С севера и северо-запада твой треугольник ограничивает река Нарев с юга шоссе. Площадь приличная, извини, но придется побегать. По косвенным данным диверсантов в Одере не больше 30 человек. Задачи у них самые простые. Командование, дороги и разведка. Убить, взорвать, разведать и передать лично Гитлеру. Сейчас. Мне даже стало смешно. Таких шустрых у меня целое кладбище. Полно там валяется мечтателей. Надеюсь на тебя, Женя. В каждом из населенных пунктов можешь взять на помощь до двух батальонов. Ого, что-то новенькое. Удивился я. Обычно от них даже и десяти человек не допросишься. Сам распорядился вычистить от таракана в передний край. Ляпин загадочным видом поднял указательный палец вверх. И чтобы ни малейшей утечки не было. Операция предстоит очень серьезная. Если все пройдет, как задумывает Ставка, то фрицам конец придет уже в этом году. Вот так. Я только за, товарищ генерал-майор. Вот ты молодец. Найдешь мне Одер, к 23 февраля майором станешь. И орден дам в придачу. Иваныч похлопал меня по плечу. Что со мной будет, если я их не найду? Спрашивать было бессмысленно. Ух ты, разрешите выполнять? Давай, Женя, не пуха. Генерал пожал мне руку. К черту! На самом деле все было не так радужно. Дали только один батальон и тот с большим скрипом. А там от края леса до края десятки километров. Попробуй, прочешив 400 рыл. Хорошо, хоть автомобили грузовые есть. Совершенно не удивлюсь, если нас бы заставили пешком побегать. К исходу третьего дня улов был небогатый. Человек 50, сброд один. Половину расстреляли на месте, в основном бандеровцев. Слишком уж борзые были. О самой группе негранной информации. Видали, в одном месте военных человек 10 в лес уходили. Аккурат через минные поля. Вот они и вызвали у меня интерес. Проходы знают. Разминирование не проводилось. Леса так и стояли до победы. А зачем сейчас этим заниматься? Есть дела и поважнее. Обозначили на картах лесной массив, как непроходимый, и забыли. Пусть сами поляки здесь корячатся. У нас своих лесов и полей еще до второго пришествия разминировать хватит. Итак, зашли. Такой толпой хавчик на себе тащили. Немчура пожрать любит, а особенно зимой в лесу. Зимой. Вот бы сейчас взлететь да сверху взглянуть. Это же Мейсель. Через два часа мы уже были на аэродроме подскока, и наши ночные ведьмочки любезно согласились помочь мне полетать над лесом. Девушка Марина, улыбчивая, не прочь поиграться после полета, села за штурвал. Я позади. Твоя этажерка точно меня выдержит? Недоверчиво поинтересовался я. Что, женек, коленки трясутся? Игриво, не поворачивая головы, крикнула Марина. Не так, чтобы, но высоту я не люблю. Признался я, это было абсолютной правдой. Я один раз так навернулся, еще в учебке с третьего этажа. Лежу на спине, вдохнуть не могу. Весь онемел, мысль дурацкая в голову лезет, что, мол, все, Женя, сливай воду, ты теперь парализованный. Потом вроде отлегло, похромал лазарет. Там сестричка на меня смотрит и не верит. У меня вся спина синяя, три ребра сломаны, ушибы там всякие. Как жив остался, непонятно. Да ты не бойся, успокоила летчица. Не успеешь даже понять, как грабанемся. И ржать, вот дура. Я тебя тогда... Договорить мысль я не успел, потому как эта фанерная фигня затарахтела и затряслась с такой силой, что я прикусил язык. Этажерка начала короткий разбег и лихо взмыла в небо. Набрав высоту, она пошла зигзагами над заминированным лесом. Внизу было видно все как на ладони. Даже если они закопались, а они точно закопались. Следы все равно должны остаться. Тридцать человек, это не иголка в стагу сена. Я примерно знал, в каких хуторах они появлялись, и сразу указал точки на карте. Сейчас до Маринки докричаться было почти невозможно. Так мы шли с ней над лесом уже двадцать минут, как двигатель вдруг заглох. Винт, покрутившись для виду, тоже остановился. Марина повернулась ко мне, и сквозь полетные очки я увидел ее глаза. Великолепно! В этот раз переломом ребер не отделаемся. Прыгать с парашютом было бесполезно, с высоты ста метров без принудиловки. Легче уж тогда вниз головой. Тем временем подозрительно хрустя этажерка решила падать, постепенно опуская нос. «Что за бл***кий цирк?» завизжала Марина. «Я же все проверила перед взлетом! Смотри, откуда молнии зимой! Прямо по курсу! Че за фигня?» Это были ее последние слова. После них этажерка задела колесами сосну и сделала кульбит. Я как раз отстегнулся и начал снимать неудобный парашют. Помню по рассказам коллег, как один из них попал в такую же ситуацию. Деревянный дирижабль этот летит медленно, и если прыгнуть на елку и спружинить, то есть варианты. Сам того не желая, я сделал сальто-мортали и вылетел из кабины, крутясь как волчок. Парашют полетел в одну сторону, я в другую. Маринка не успела повторить мой трюк, самолетик переломился пополам. Топливо выплеснулось на горячий движок, и этажерка вспыхнула, как свечка. Летчица мгновенно вспыхнула и свизгом продолжила полет вниз на половине своего дьявольского дирижабля, объятого пламенем. «Прощай, Маринка, так мы и не успели с тобой сплясать». Сам я влетел в елку, и вместо того, чтобы спружинить, врезался в столб своим многострадальным черепом. Моя голова пришла в соприкосновение с древесиной, послышался хруст, и свет погас. «Вы не поверите, но я очнулся». Первым делом я ощупал голову. С уверенностью сказать можно было только одно. Она была на месте и жутко болела. На макушке образовалась гигантская шишка и жутко пульсировала. Весь рваный, грязный, я лежал все под той же сосной и скучал. Вещмешок мой остался в самолете и, конечно же, сгорел. Оружия не было тоже. Кругом мины и, возможно, фашисты. Скорее всего, они видели, как грабанулась Маринка и теперь спешат к ней помацать еще ее неостывшее тело. Вдруг летчица выжила. Тогда ее ждут суровые будни в фашистском схроне. Надо удостовериться, если жива помочь. Я попробовал встать и с ужасом обнаружил, что мои ватные новенькие штаны распороты сзади коварным суком. Кое-как замотавшись, я пошел по глубокому снегу. Ну, здесь точно мин нет. Какой дурак их здесь ставить будет? Понимаю, тропинки минировать на опушке леса, но здесь самой чаще. Я продирался сквозь бурелом и не понимал, что меня беспокоит. Главное, конечно, отсутствие диверсантов. Если я их не вижу, не слышу их запах, то это печально. Потому как они здесь есть точно. Вокруг следов я не заметил, значит, сюда они не залезали. Это радует. Тогда вперед. Надо выяснить, что с Маринкой. Живали. Один раз в июле 41-го мне пришлось вот так же добить девку. Когда все драпали к Москве, и я в том числе, чего уж греха таить. Получилась у меня одна встреча. Вижу, полуторка перевернулась и горит. Рядом трупы, колонна под бомбежку угодила. Так вот, слышу, кто-то стонет. Подхожу ближе и вижу ужас. Под правым бортом машины лежит девчонка, молодая, симпатичная. А грудь ее расплющила перевернувшимся грузовиком. Но она в сознании смотрит на меня. Глазами хлопает и губами шевелит. Я парень неслабый, но грузовик мне не перевернуть. Слышу, позади раздался шум моторов. Фрицы прут, как на параде. И что бы вы сделали? Во-во-во. Пришлось ей перерезать горло. Стрелять нельзя. Услышат, тогда сам не уйдешь. Вот я и думаю. А вдруг Маринка сейчас так же мучается? Надо поспешать. Что-то не так. Запах. Вот что меня беспокоит. Кислый такой. Химическая атака? Да нет, откуда? Кстати, мысль. Надо было скинуть на фрица в пару тон хлора. Сами бы выскочили, как ужаленные. Теплее вроде стало. Пар изо рта уже не шел. Снег стал чернеть прямо на глазах. И садившееся было солнце оказалось у меня за спиной. Причем с диском вдвое больше обычного. Я остановился и внимательно обследовал голову. Галлюцинации – это вам не шутки. Нет, вроде жив и здоров местами. Сухость во рту небывалая. Пожевал снега, не помогло. А, вон он, самолетик, догорает. В метрах ста передо мной за деревьев показался остов этажерки. Вернее, обугленные доски, которые не сгорели только лишь потому, что упали в снег. И они давно потухли. Сколько же я лежал без сознания? Сутки? Странно. Лежал в снегу и ничего не отморозил. Очень странная история. Очень. Я подошел к месту падения. Вокруг растаял почти весь снег. Несколько сломанных стволов. Вот и Маринке парашют лежит. А где она сама? Ну или части от нее? Ведь не могла же она вся сгореть. Что-то ведь должно остаться. Вот зараза такая. И помощи не дождешься. Лес-то заминирован. Где ее искать? Марина! Сложив ладони рупором, заорал я. Хрен с ними, с диверсантами. Если до сих пор не нашли, то значит их здесь нет. Тишина. Марина, мать твою! А как же любовь? Но такое она точно должна была отозваться, даже находясь при смерти. Опять тишина. Хотя нет, постойте. Треснула ветка позади меня, и я резко обернулся. Ба**, что с тобой? Меня чуть не вырвало. Вы не подумайте, что капитан Смерша-Таманцев кисейная барышня. Но увидеть такое... На другой стороне поляны показалась Марина. Вернее, то, что от нее осталось. Голая, вся в ожогах и обрывках обгоревшего летного комбинезона, она шла медленно ко мне, жутко при этом воняя. Обосралась, с кем не бывает. Ну, когда падаешь с неба, обычно так и бывает. Ладно, допустим, комбинезон сгорел, тоже могу понять. Шлем, правда, на ней, значит, головой не билась. Но тогда почему она такая странная, и это пена на губах? А взгляд? Взгляд отсутствующий, зрачки в одну точку. Ну, точно, как мой сосед перед смертью, когда обожрался мухоморов. Но это все было не главное по сравнению с огромной сосновой веткой, торчащей у нее из ключицы одним концом, а другим выходящим прямо между ног. Любви не будет, я понял это точно. Да она и сама не очень-то хотела, как мне показалось. Не было у нее в глазах романтики. Зато она пускала пузыри и целенаправленно брела ко мне. «Марин, ты как?» Участливо спросил я, пятясь назад. «Это вам не портки распороть и шишку получить». Ветка реально мешала ей идти, пронзив все туловище, но она была жива и не обращала на нее абсолютно никакого внимания. В ответ донеслось мычание, и голая летчица протянула ко мне руки. «Слушай, я даже не знаю, как сказать тебе. У тебя шок, ты нездорова. А где, кстати, кровь? Тебя проткнуло на всю длину, но крови я не вижу. Чего мычишь? Ответь хоть что-нибудь!» Летчица шла через поляну, не обращая внимания ни на что, и тянула ко мне руки. Когда до нее оставалось пару метров, я разглядел ее глаза. Мутные стеклянные. «Опа, подруга, да ты, похоже, неживая немного. Но тогда как ты ходишь?» Марина наконец-то добралась до меня и с радостным урчанием попробовала прокусить мне рукав телогрейки. Потрепав рукав как собака-нарушителя государственной границы, она переместилась выше к моему горлу. Я немного не так представлял нашу с ней встречу, и ее предварительные ласки вкупе с торчащей веткой из спины несколько охладили мой пыл. Иными словами, я потянулся к своей финке. Марина как будто почувствовала, что я решил сбежать, не попрощавшись, и прыгнула на меня, целясь зубами в горло. Я с легкостью ушел от ее объятий и вдогонку ударил финкой. Удар пришелся точно между шестым и седьмым ребром, туда, где у людей растет сердце. Но, конечно же, мой нож ее не впечатлил, что ей какие-то жалкие двадцать сантиметров стали, если у нее из жопы торчит полметра древесины. Блин, выпустите меня отсюда! Где я? И во что превратилась безотказная Маринка, первая красавица аэродрома? А ведь такая была. Пальчики оближешь. Все, пора ее кончать. Я схватил ее за торчащие из ключицы сука, а второй рукой стал методично бить по жизненно важным органам. Но казалось, что ее совсем не впечатлили мои усилия, и тогда я нанес сильный удар ниже затылка. Вот после него она сломалась и перестала урчать. Я сел рядом с ножом в руке и тупо уставился на бездыханное тело. Вот ведь ерунда какая! Летчицы больше нет, самолета тоже. Голова просто раскалывается, не давая соображать. Холодно, да и жрать нечего. Неплохо так слетали, пикник подошел к концу, и пора выбираться к своим. Я встал и последний раз окинул взглядом поляну. Эх, жалко девку, но надо идти. Куда? Солнце у меня за спиной в зените, а должно уже было сесть за горизонт. Дни-то еще короткие. Последнее, что я запомнил перед падением, это то, что по ходу движения метров через 200 должна быть река. По берегу всегда можно выйти к дороге или к мосту. Ну и берега никто еще не додумался минировать. Несмотря на головную боль, идти было легко, тело как будто и не пережило падение с такой высоты. Я даже ощутил некий прилив энергии. Через 10 минут я действительно оказался на берегу реки, или лучше сказать, широкого ручья и замер. Водная преграда меня ни капли не испугала. Меня поразило другое. На другом берегу было лето. Трава по пояс высотой, деревья с зелеными листьями и, самое интересное, далеко впереди виднелись высокие дома с зеркальными стенами в десятки этажей. В километре от меня на самом горизонте, сверкая башнями, стоял фантастический город. Глава вторая. Добро пожаловать в Улей! Такого зрелища я увидеть не ожидал. О таких городах никто не слышал. Неужели поляки сами такое построили? Да ну бред, не поверю. Немцы? Тоже маловероятно, я бы знал. Но это все ерунда. Лето-то у них откуда? Сегодня 5 января 1945 года. Откуда я вас спрашиваю у них зеленые листья и трава по пояс? Кстати, трава. В траве так удобно залечь с винтовкой. Я как стоял, так и упал, сразу откатившись за ближайший пенек. Жду, лежу, слушаю. Скрипят сосны на моем берегу. Вижу берег реки с ледяной коркой. Дальше вода начинает постепенно пробиваться наверх, и уже к середине небольшой речки она весело бурлит. По-моему, у того берега даже плещется рыба. Иначе галлюцинация, другого объяснения нет. Пролежав еще с полчаса, я убедился, что снайперов на том берегу нет, во всяком случае сейчас. Хотя от них можно ожидать всего чего угодно. Наш снайпер в группе, Витек Иванов, как-то пролежал двое суток, не шелохнувшись в засаде. И где? В зимнем болоте, а не в травке летом. Ладно, чему быть тому не миновать. Мне еще диверсантов ловить. Может, это какое-то новое оружие, психическое. Наводят галлюцинации посредством газа, к примеру. Тогда там нет лета и города. Я нашел небольшой камень и кинул его ближе к противоположному берегу. Камень на моих глазах выбил фонтан воды и скрылся в речке. Никакого льда, и если бы я сейчас видел глюки, то камень бы ударился об лед. Придется плыть. Ватники оставим здесь, все равно намокнут, и их уже не просушить на морозе. А если там лето, то они и подавно не нужны, рассудил я. Главное что? Чтобы фашист жирный попался и сдал группу, а телогрейка? Хрен с ней. Другую найду. Раздевшись до подштанников и зажав лезвие финки в зубах, я сделал шаг на лед босой ногой. Уф, холодно все же. Вот не люблю я холод и высоту. Быстро пробежав по льду, я уже через пять метров окунулся в ледяную воду. Хорошо помню, что в ледяной воде человек быстро становится трупом. Я энергично заработал руками и ногами. Какая уже к чертям собачья маскировка. Сейчас так замаскируешься, что по весне только всплывешь. Сделав несколько широких взмахов, я почувствовал, как вода стремительно теплеет. На берег я вылезал уже неохотно. Здесь и правда стояло лето. Июль. Что же, значит... Я даже не знаю, что это значит. Сняв с себя кальсоны и рубашку, я тщательно отжал их и развесил сушиться под жарким солнышком, забравшимся на самый верх. Все-таки хорошо, что я сюда выплыл. Там совершенно невозможно. Холодно и мерзко. Могут же диверсанты базироваться за рекой. Вполне. На лицо аномалии, конечно, где им лучше прятаться здесь в тепле или копать землянку в зимнем лесу. Вот то-то же. Значит, я на верном пути. Поэтому и следов мы с Маринкой не заметили. Марина. Но как она с палкой в... Жила. Это еще что за аномалия такая? Как их звали-то, я попытался вспомнить какой-то смешной рассказ об оживших мертвецах. Там мертвых звали, кажется, зомби. Ну точно, зомби. Маринка-зомби. Сволочь. Не могла чутка подождать до утра, а там уж кого хочешь превращайся. Вот по делам тебе. Так, ладно, пора идти. Бельишко мое уже почти высохло. И одевшись, я уже собирался забирать на обрывистый берег, как за моей спиной раздался шум ветра и грохот грома. Я обернулся. Мать моя женщина! По противоположному берегу в 30 метрах от меня били молнии. Грохот стоял такой, что мне показалось, будто я стою рядом с работающими катюшами. Уши заложило, в глазах пляшут зайчики от близкого попадания молний. Воздух наполнился озоном, и волосы на голове встали вертикально вверх. Соседний берег постепенно скрыла пелена молочного густого тумана. И снова во рту стало кисло. Так длилось еще минут пять. Молнии дальше середины реки не заходили, и я получил интересную возможность наблюдать их действия вблизи. Так себе удовольствие, доложу я вам. Ты физически ощущаешь мощь небесного электричества, и совершенно точно понимаешь, что пепел – это самое большее, что от тебя останется после попадания. И вдруг все прекратилось, как по мгновению волшебной палочки. Туман рассеялся, молнии перестали бить по воде, и на том берегу я увидел весело искрившийся в лучах солнца снег. Я поднял голову и увидел еще одно солнце уже на своем берегу. Невероятно. Надо идти отсюда быстрее. Что если молнии опять начнут буйствовать? И тут я заметил одну маленькую деталь. Все это время я стоял зажатый в зубах финкой. Разжав челюсти, я взял нож в правую руку и пошел во свои аси. Через полчаса путешествия по высокой траве, где, пригнувшись, а где и ползком, я достиг окраин города. Опять разболелась голова и захотелось есть. Последний раз я ел пару суток назад, если учесть время, когда я был без сознания. В городе обязательно есть продукты, осталось только найти. Я подобрался вплотную к высоченной башне. Ну, точно стекло. Я пощупал стену дома. Дом из стекла? Не верю. Он же под собственной тяжестью должен развалиться. Черное прочное стекло, которое я даже не смог поцарапать ножом. В нем я увидел свое отражение и ужаснулся. Сейчас я был больше похож на бандеровца, вылезшего из хрона после недельного запоя, чем на капитана Смерша. За такой вид отправят сразу на губу. Нужно переодеться и найти командование. По-моему, за речкой нашими соседями были танкисты. Только где эти танки? Я осторожно пошел вдоль причудливой стены и с ужасом заметил, как в отражении черного стекла крался шизофреник в белых подштаниках с финкой в руках. Что бы об этом сказал, товарищ генерал? За углом послышался шум моторов, по звуку очень мощных. Танки? Я осторожно выглянул из-за стены. Ого! Вот где у них схрон! Охренеть! Мощные грузовики с огромными фургонами стояли под погрузкой. Их было шесть, и все они припарковались задом к широкому пандусу. В них, не прекращая работу ни на секунду, грузили тюки, коробки и ящики. Множество людей сновало между грузовиками и складом. Совершенно не обращая внимания на меня. Вот где у них логово. Попались голубчики. Одеты странно, камуфляж неизвестный. Оружия я тоже такого ни разу не видел. Ну точно фашисты. Может какой-то секретный объект? Но как я их всех один возьму? Ни радиста, ни батальонов обещанных. Чем, мать его, их брать? Ножичком одним. Тогда угоню грузовик. Точно. До своих здесь рукой подать, все равно не догонят. А там уж мы их всех накроем. Решено. Залезу в крайний. От стены до пустой кабины было метров пятнадцать, и одним быстрым рывком можно преодолеть за несколько секунд. Не заметят. А дальше заведу быстро и свалю. Прячась за углом, я дождался, пока во дворе станет меньше народу, и рванул к грузовику. Меня никто не заметил, все были заняты переносом тяжестей. Кстати, что они так увлеченно таскают фургоны, патроны, снаряды или продовольствие? С этим позже разберемся. Я потянул на себя ручку двери неизвестной мне машины. Она плавно открылась, даже не скрипнув, и я взлетел наверх. Высоковато, зато удобно, и сиденье не деревянное. Класс. Так, где ручка кривого стартера? Обычно под сиденьем. Пошарил и не нашел. А это что еще такое? Замок для ключа? Мы так не договаривались. Как же я тебя заведу? Я стал дергать за все ручки и в итоге нажал на клаксон, привлекая к себе внимание. Через минуту дверь распахнулась, и я увидел диковинный автомат, направленный на меня. «Приехали, псих! Вылазь!» Скомандовал автоматчик. Стоявший за ним человек направил на меня укороченное охотничье ружье и кивнул головой. «Позови деда у нас, новичок!» Крикнул тот, что с ружьем кому-то. «Ну чего расселся? Слазь, говорят, и ножичек свой кидай на землю!» «Вы русские?» Не поверил я своим ушам. «Нет, б***ь, марсианские! Слышь, малой, он, похоже, тронулся!» Сказал автоматчик другому с дробовиком. «Я серьезно! Армейская контрразведка СМЕРШ, капитан Томанцев, 70-я армия!» Строго сказал я. «По всей видимости, это рядовые и так нагло себя ведут. Десять суток габтвахты от командира полка, считай, заработали. Вас в разведку всегда в нижнем белье отправляют!» Заджал автоматчик. «Это чтобы не мешкать, пока штаны снимешься с пугу, а тут раз и готово!» Поддержал его чудак с дробовиком. «Так-так, как же нехорошо над человеком в затруднительных обстоятельствах смеяться!» Я спрыгнул из кабины и, только коснувшись ногами земли, тут же ушел в перекат. Автоматчик повел стволом за мной и уперся в мужика с дробовиком. Вернее, уже дробовик был у меня в руках, и я стоял позади в миг побледневшего шутника. Дуло его пушки теперь торчало из-под мышки и смотрело на автоматчика. Он даже не успел понять, как остался без оружия. Второй рукой я держал финку у его горла. «Руки вверх!» Тихо скомандовал я автоматчику. «Оружие на землю!» Тот подчинился и поднял руки. С другой стороны кабины вышли еще два мужика и тут же замерли, увидев картину. Один из них, значительно старший, вполне подходил под свою кличку «Дед», хотя был в довольно хорошей физической форме. Высокий, поджарый, широкоплечий, короткие седые волосы и хищный нос с горбинкой, бросающийся сразу в глаза, спокойно изучающий взгляд, пронизывающий насквозь. «Вот вы, клоуны!» Сплеснул руками дед. «Вдвоем безоружного взять не смогли!» «Дикон это!» «Разведчик сказал!» Решил оправдаться автоматчик с поднятыми руками. «Разведчик? Ты кто такой?» Спросил он, подойдя ближе. За ним показались еще двое и все с автоматическим оружием. С одним дробовиком и финкой много не навоюешь. «Я уже сказал, капитан Таманцев, армейская контрразведка СМЕРШ! А вы из какой части?» «Здесь нет частей, товарищ», — миролюбиво ответил дед. «Ты попал в совершенно другой мир». «Такое возможно?» Неуверенно спросил я. «Ты же видишь отличия?» «Почти на каждом шагу. Но как? Вы сами-то кто?» «Мы, друзья, подробнее позже, а пока отпусти этого несчастного», — засмеялся дед. «Дайте Таманцеву горку, а то он всю элиту нам распугает. Откуда ты?» «Живи пока». Я оттолкнул шутника и посмотрел на дробовик. Умно сделанный, калибр немалый. Хорошая штука в помещении. Отдав обратно шутнику ружье, я подтянул кальсоны. «Из леса я. Гуляю вот». «Лесник», — присвистнул дед. «Давно оттуда никто не появлялся». «Как это понимать?» «Здесь, товарищ, без литра никак. Употребляешь? Голова, наверное, болит, да? На, выпей. Полегчает. Два глотка больше не надо». Дед дал мне фляжку. Что-то вроде шнапса, слабенький градус и вкус специфический. «Это лекарство. Будем знакомы, Таманцев», — сказал автоматчик. «Женя». Я кивнул в ответ и отдал фляжку назад. «Что здесь происходит? Где наши?» «Ваши не пляшут, лесник. Говорят же, другой мир. Нет здесь никого. Ни фашистов, ни Красной Армии. Кстати, наши победили в 45-м году», — сообщил автоматчик. «Он же только начался. Я уже ничего не понимал». «Для нас он давно кончился. Как голова?» — спросил дед. «Прошла?» — обрадовался я. «Помогло?» «Держи фляжку. Теперь каждый день утром и вечером по два глотка делай. Мы все так. Привыкай, иначе сойдешь с ума». «Спасибо?» Я взял фляжку в левую руку, вправо я до сих пор держал финку. Только я подумал, куда все это деть, как два бойца принесли кому фляж и обувь. Переоделся. Вроде все в пору. Повесил фляжку на пояс, нож туда же. «Оружие позже, сперва поговорим. Без обид, а то у нас бывали случаи. Как понимает человек, куда попал, может и стрелять начать». «Уже интереснее. И куда же я попал?» «Через час будем на базе, там все узнаешь», — пообещал дед. «Так это не ваша база?» «Это магазин, и мы его грабим». «Подчистую?» «Абсолютно подчистую», — признался дед. «Есть всем хочется, и мы вынуждены этим заниматься, ведь здесь ничего не растет, зато живем на всем готовом». «Но если вы здесь не живете, и это не ваша база, и даже не ваш магазин, то где тогда люди, которые построили этот город?» «Столько вопросов. Давай по порядку. У нас не принято афишировать свои настоящие имена, только не спрашивай, почему». «Всем мужчинам дают псевдонимы, если ласково выражаться. Иди за мной». «Кликухи». «Позывные», — поправил меня дед. «Ты будешь лесником, ты же из леса вышел. Место, куда ты попал, смертельно опасное, здесь долго не живут». «А ты? Ты долго здесь уже живешь?» «Я — да, а те два дурня, что пытались тебя задержать, долго не проживут, до первой серьезной стычки». Дед поманил меня к своей машине. «С кем?» «Ну и темнило этот дед». «Врагов у нас хоть отбавляй, зараженные — это раз, муры, предатели и дезертиры — два. Внешники всех мастей — три, ну и на закуску свои же». Он полез внутрь просторной машины на заднее сидение, я последовал за ним. Хороша машинка, не сравнить даже с Виллисом. «Какие же они свои, если вы с ними на ножах?» «Не понял я». «Бывают, возникают разногласия из-за еды или женщин, даже некоторых зараженных делим между собой. Вот давеча объявился элитник в нашем стабе, что удивительно, один и подраненный. Скорее всего, драпал от кого-то. Мы в ружье, и ну его ловить. Гонялись за ним часа два и сами не заметили, как оказались почти рядом с новой землей. Элитник хоть и матерый был, но растерял где-то свою свиту и стекал кровью. Мы легко его добили. Но эти с новой выкатили нам неустойку за то, что мы охотились, понимаешь, в их угодьях. У вас здесь феодализм, что ли? Угодья? Можно и так сказать. Масса поселений, у каждого свои тараканы в голове. Каждый мнит себя князем. Есть столица, ну мы так ее называем. Центр, короче, там можно много чего найти. Лучшие знахари и бордели именно там, а также оружие и прочее. Так его центр постоянно интригует. Его задача объединить вокруг себя разрозненные стабы и стать единоличным хозяином в округе. Дед, ты говорил про литр, но кажется, здесь нужно два. Ну, я сперва бы поел, вторые сутки один снег жру. Держи. Он перегнулся за сиденье и вытащил из багажного отделения объемистый рюкзак. Достал две консервные банки с незнакомыми этикетками и дернул за кольцо на крышке одной. Оно с легкостью отлетело, а сама банка ощутимо нагрелась. Дед дал мне вилку. Тушенка ешь, не отравишься. Вот хлеб, вот пиво в банке. Первый раз такое видишь? Я кивнул. Ничего, привыкнешь. Ешь и слушай. Попробуй объяснить, как ты здесь оказался, хотя этого никто не знает точно. Мир называется улей или стикс. Попадаем мы в него случайно, каждое из своего места. Ты вот из леса, так мы зовем тот быстрый заснеженный кластер с короткой перезагрузкой. Ума не приложу, как ты смог выбраться, ведь он грузится по два раза в сутки. Делать там нечего, поэтому туда никто не суется. Улей, как лоскутное одеяло, состоит из областей. Те, которые не перегружаются, то есть не обновляются, мы зовем стабы. То есть стабильные, но их гораздо меньше нестабильных. У последних время перезагрузки разные. Некоторые живут по полгода даже. При перезагрузке появляется туман, издающий кислый запах, и по краям кластера бьют молнии. Оказаться в этот момент в таком кластере, значит гарантированно сдохнуть. Вторая банка тоже тебе доедай. А где горожане? Спросил я с набитым ртом. Тушенка была просто великолепна. Даже ленд-лизовская американская не шла ни в какое сравнение с ней. Одно мясо и чуть жиру. Все, когда попадают в улей, продолжил дед, заражаются невидимыми спорами местного грибка. Один из ста сохраняет свой облик, остальные превращаются в монстров, в зомби. Еще не встречал? О, мой летчик стал им. Пришлось добить. Вдаваться в подробности, что это была Марина, и я собирался трахнуть летчика, не стал. Ну вот, это первая стадия. Поначалу они вялые, затем, по мере употребления всего живого в пищу, они могут развиться в нечто ужасающее покровожадности и силе. Со временем они теряют человеческий облик, превращаясь в чудовищ. Конечная их стадия – это суперэлита. Существо почти бессмертное, убивается только тяжелым вооружением, и то не всегда. Из зараженных мы достаем множество ценных вещей. Живчик ты уже попробовал, он нужен нам для того, чтобы существовать в агрессивной среде улья. Иначе споры добьют и нас, иммунных. Его делают из паранов и алкоголя. Спараны носят в своем споровом мешке зараженные, его надо вскрыть, и тогда зомби сразу сдохнет. Ты не из брезгливых, надеюсь? Нет, привычный. Пятый год уже вскрываю людей, чего мне из себя девочку строить. Еще зомбаки в споровом мешке таскают с собой горошины, янтарь, жемчуг. Все идет в дело, со временем узнаешь обо всем. Зачем тебе сразу столько информации? Ты лесник, главное запоминай. Здесь в уле каждый, кого ты встречишь, может напасть на тебя. Ты сам-то откуда? Я уже говорил, вы здесь глухие все, что ли? Две банки тушенки, пива и половина краюхи хлеба сделали меня добрее, но не настолько, чтобы третий раз говорить, кто я и откуда. Я помню, капитан-разведчик, оперативник. Всю жизнь ты вообще не знаешь, что такое СМЕРШ. Нет, ты понимаешь, мы иногда попадаем сюда из разных параллельных миров. У нас СМЕРШа не было. Фига себе, это аббревиатура, производная от СМЕРШ шпионам. Я специализировался на поиске и физическом устранении шпионов врага, диверсантов-парашютистов, забрасываемых в наш тыл. А так направлений у нас много, в штабах кто только не сидит. Есть следователи, которые и на передке ни разу не были. Я же постоянно в поле. Вот и сюда прямо задание попал. Пусть теперь Одер другие ищут. Понятно. Вот такой ты мне и нужен. Непонятно, чему обрадовался дед. Я же тебе еще одну вещь не сказал. За все наши мытарства здесь Ули наделяет нас даром, сверхспособностью. Каким таким даром сразу заинтересовался я. А вот приедем на стаб и увидим, каким. Глава третья. Дар. На место мы приехали через два часа. Как объяснил дед, наш штаб находится в соседнем кластере, буквально рядом в 30 километрах. Ехали через лес, потом какое-то время дорога шла по полю и уперлась в невысокие железные ворота в бетонном заборе. Раньше здесь стоял заброшенный бетонный завод, пока его не облюбовали люди. Площадь завода едва ли превышала 10 квадратных километров. Внутри оказались аккуратные деревянные домики пополам с длинными казармами. В центре возвышалось массивное бетонное строение в целых три этажа. По углам невысокого забора выселись вышки с часовыми на них. Сам стаб носил название бетонный и ничем примечательным не выделялся. Население стаба составляло человек 400. Были здесь и женщины, примерно треть от общего числа поселенцев. Грузовики разом подали звуковые сигналы, то ли на радостях, что вернулись живые, то ли потому, что охрана на воротах уснула. Демаскирует. Поморщился. Неправильно это. Ворота за скрипом пошли вбок. Командирская машина, в которой мы сидели, прошла первая. Без досмотра. Боец лишь приветливо помахал нам ручкой. А что, если я взял деда в заложники и у меня полная машина динамита? Дятел, прости господи. Ну-ну, если у них так везде, то я совершенно не удивлен, что они всего шугаются. Где колючая проволока по забору? Нет? Нет. Уже темнеет, прожекторов я тоже не вижу. Под днищем автомобиль не осматривают даже зеркалами, не говоря уже о яме. Где вторые ворота? Где собаки? Я их вообще здесь не увидел. Возможно, не выживают. Где змейка перед входными воротами из бетонных блоков? У них этого бетона, как у дурака фантиков. Где бойницы в стенах? Где пулеметные гнезда? Оборонный руководит бухгалтер? Почти. Отозвался дед. Я что это, вслух сказал? Что почти? Переспросил я. Судя по твоему лицу, ты хочешь меня спросить, кто это все придумал? Пионер, наверное. Вот я и говорю. Почти. Ну да, смахивает на пионерский лагерь. Но если учесть, сколько у вас здесь врагов, то у меня возникает только один вопрос. Как вы до сих пор живы? Серьезные зараженные здесь редко бывают. Муры обходят нас стороной. Все-таки 400 человек — это сила. От внешников никакие стены не помогут. Хотя бы досмотр наладили, а то помахал лапкой. А вдруг я засланный, тогда что? Это мы сейчас и проверим. Сначала к ментату, мазай у нас за него, затем к Виолетте на прием. Обязательно? Скептически спросил я. Мне жутко хотелось спать после двух банок тушенки. Я бы покемарил минут 300. Потом я тебя поселю в штабе. В общую казарму тебе не следует показываться. Почему? Ну пора скинь мозгами, разведчик. Тебя никто не знает, и это очень хорошо. Знаешь, как у нас быстро слухи разносятся? Вот то-то же. У меня будет к тебе одна конфиденциальная просьба по твоему профилю. Приказывать я тебя не могу. Рабство у нас еще официально не принято. Все больше товарно-денежные отношения. Так что лучше тебя никому пока не показывать. Понимаешь? Кое-что начинаю понимать, но есть детали, которые надо обговорить подробнее. Сразу соглашаться не надо. Мне так папа всегда говорил. Раз уж я попал в совершенно чужой мир, то сперва надо узнать о нем больше. Все эти дела могут только прибавить проблем. «Правильно, не надо сразу соглашаться», кивнул дед. «Он телепат, что ли?» Дед нагнулся к водителю и сказал. «Рули сразу в штаб». Штабом оказалось то самое трехэтажное здание в центре завода, вероятно, административное, а может и нет. Какой начальник усядет в центре вредного производства? Скорее всего, осталось от старых цехов. И я оказался прав. От цехов остались только стены, внутри же все переделали. На первом этаже была столовая, это я понял сразу по запаху. На втором, куда мы поднялись по деревянной лестнице, заменившей целый пролет, некогда бывшей здесь нормальной лестнице, располагались отдельные кабинеты. Старый линолеум в коридоре, обшарпанные стены, порванный дерматин на дверях. Если это и будущее, то недалекое. Дед бодрым шагом прошествовал вдоль по коридору и открыл четвертую слева дверь. Внутри все было обычно. Стол, стулья, лампа, бумаги, шкаф. И мужик с громадным, изъеденным молью носом. Он у него был весь в каких-то дырочках и кавернах. Забыл, как называется эта болезнь. «Мазай — это лесник, лесник — это Мазай», — представил нас дед. «Добрый день, молодой человек. Вам известно, для чего вы здесь?» Голос у него тоже был какой-то дребезжащий. «Здесь вообще или здесь в кабинете?» Уточнил я. «В кабинете». «Я вообще ничего не знаю. Дед сказал, что надо». Я уселся поближе к Мазаю и закинул ногу на ногу. «Хорошо. Я ментат. Мои обязанности входят составлять в ментальную карту новичка. Иначе говоря, я выдаю паспорт. Ну и некоторые второстепенные функции». Потупил глаза в пол Мазай. «Ну, понятно, допрос». «Что ж, мне скрывать пока нечего, но на будущее я запомню, что вашего брата надо обходить другой дорогой. Сам я допрашивать любил, а вот по другую сторону находиться мне было как-то некошерно». Мазай положил мою правую руку ладонью вверх и положил свою руку сверху. Пару минут мы играли с ним в ладушки, а потом Мазай удовлетворенно откинулся на спинку стула. «Он чист, дед. Совсем свежий. Часа три как». Дед, стоявший за моей спиной, видимо, кивнул. «Они что, рассчитывали взять меня, если что? Или я чего-то не понимаю, или они здесь все волкодавы?» «Дар». «Он вроде говорил о Даре». «Ладно, не мельтеши пока», сказал я сам себе. «Подождем». «К вам часто в одних подштаниках шпионы приходят?» поинтересовался я. «Зараженные в первые сутки без штанов остаются, но там другой случай. Они в них ходят по-большому. Извиняюсь». «Ты еще покраснее, Мазаюшка», ухмыльнулся я. «Вроде взрослый, а извиняется за такую ерунду». «Они не контролируют себя. На вторые сутки они уже их теряют и щеголяют голышом. Впрочем, это им не помешает сожрать вас». «Я понял. Так что там с паспортом?» сказал я, вставая со стула. «Паспорта мы не выдаем на руки. Если понадобится, то он у меня здесь». Мазай постучал себе пальцем по лбу. «А если тебя грохнут, не сдержался я». «Я не выхожу со стаба. Почти. Только на трясучку катаюсь, но недалеко». «Хорошо, тебе виднее. Дед, куда дальше?» «Через дверь по коридору пойдем». Мы пожали Мазаю к лишню и вышли из кабинета. «Скучно ему здесь, наверное, на одном месте сидеть. Места здесь неприветливые, так что ему даже нравится сидеть под защитой стен». «Это разве стены?» «Вот ребята рассказывали, в Кёнигсберге стены». «У нас не крепость. Сюда». Он показал на единственную приличную дверь в коридоре. В кабинете все было по-другому, по-домашнему что ли. Глубокие, удобные кресла, диван, ковры. В одном из них сидела полная девушка, хохотушка средних лет. Не мой типаж, если что. Темные короткие волосы, пухлые руки, но с картошкой. «Виолетта — это наш гость. Девственно чист. Вышел из лесного кластера, так что лесник». Шаркнул ножкой дед. Наверняка подбивал к ней клиня старый распутник. «Я попозже зайду». И вышел. «Садись, лесник. Тебя уже сказали, куда ты попал?» «Не хочу ругаться», — буркнул я. «Здесь все так, однако Улий все же решил скрасить нам существование и дает каждому новичку дар. Дар, громко сказано в некоторых случаях, бывает, что человек только и научится, что греть воду руками». Пренебрежительно высказалась Виолетта. Интересно, ее так родители назвали или сама себе позывной выбрала. «Иногда полезно, в окопе холодно, а костер нельзя разжигать, заметят». Не согласился я с ней. «Разве что». «Хорошо. Какие тогда полезные дары? Ментат?» «Ты промазая? Ментат — очень полезный дар. Он ведь человека, как рентгеном, прожигает насквозь. От него ничего не утаишь. Получше, чем детектор лжи». «Я из прошлого, как сказал дед, к вам попал и про детектор лжи ничего не знаю». «Аппарат такой. Датчики подключают к тебе и на разности параметров тела в покое и при допросе составляют общую картину, врёшь ты или нет». Ответила Виолетта, наливая в две чашки чай. «Приблизительно, значит, сделал я у себя в голове зарубку». «Есть редкий дар телепата, но он тоже не читает мысли. Такого я ещё не помню, чтобы кто-то читал. Хотя, конечно, это уль, и здесь каждый день что-то новое. Если посмотреть на дары с коммерческой точки зрения, то знахарь, пожалуй, самый прибыльный». «Платный приём? Да, у меня очередь ещё есть». Похвасталась Виолетта. «Да разве не один раз открывают?» «Чем дольше человек находится в улье, тем больше у него даров. Появляются со временем». «Однажды я слышала про одного парня, так у него их было пять. Плюс учти, их иногда надо корректировать после приёма жемчуга. Я ведь ещё и как врач работаю. Бывает, обожрутся жемчуга. Знаешь, что такое жемчуг? Я отрицательно покачал головой. Это небольшие шарики, что можно обнаружить в споровом мешке, но только у элитных заражённых. Бывают трёх цветов. Чёрные – самые простые, затем красные, белые – самые дорогие, но их почти не достать. В основном народ развивает свои дары, глотая горох из более слабых монстров. Чёрное дорого стоит, и что на неё можно купить? В центре на чёрную можно хорошо устроиться. Месяца три богачом пожить, но в твоём случае лучше её съесть и раскачать дар. А вот какой он у тебя, мы сейчас посмотрим. Закрой глаза и не дёргайся. Возможно, заболит голова, но ты не бойся, ничего с тобой не случится. Виолетта встала с кресла и оказалась чуть выше, чем когда сидела. Эдакий пухлый колобок, кому-то может и нравится. Шустро передвигаясь по комнате, она оказалась у меня за спиной и положила руки мне на голову. Я тут же провалился в полудрёму. На гипноз не похоже, состояние как будто на дне колодца и всё пространство вокруг забито ватой. Кричи, не кричи, не услышат. Перед закрытыми глазами поплыли разноцветные линии, причудливо танцуя. Вот среди них вспыхнул белый яркий огонёк и поплыл вдоль линий. Он метался, пытаясь ускользнуть. Но умелые руки вели его вверх, доставая из переплетения извивающихся разноцветных водорослей. Он рос по мере продвижения наверх и разгорался всё ярче, пока не зафиксировался на самом верху, нанизанной на самую толстую нить красного цвета. Виолетта убрала руки, и я очнулся. Вот и всё, солдатик, дар у тебя очень хороший, прямо как по заказу. Бывает же такое. Не томи, какой. Скорость настолько быстрая, что ты становишься на некоторое время незаметным. Скорость? Это хорошо. Масса у меня есть, а сила — это скорость, помноженная на массу. Значит, я стал сильнее. Ну вот видишь, но твой дар основан не на скорости. Она у тебя запредельная, ты просто не понимаешь, о чём я говорю. У нас это называется клок-стоппер. С английского клок — это часы, а стоппер. Я что, время останавливать теперь умею? Ну почти. Дар клок-стоппер — это ускоряться настолько, что для окружающих ты пропадаешь из виду, а они для тебя замирают на месте. Вот о какой скорости идёт речь. Так это же невероятно. Вулью вероятно. Некоторые элитные заражённые тоже обладают таким даром. Сейчас ты можешь активировать его на пять секунд, что, поверь мне, очень много. Ты за эти пять секунд сможешь раз с девять ножом кого-нибудь пырнуть. Правда? Очень полезная штука. Или пробежать, да? Да. Убежать метров на пятьдесят. Практически телепортация, хотя чистая телепортация работает по-другому. Так обладающие даром телепортации просто перемещаются в заданную точку в пределах своих возможностей. Там не время, там расстояние уже играет роль. Клок-стопперы в основном все бойцы и бежать им никуда не надо. Понимаешь? Толстушка встала передо мной и снова положила руки мне на голову, уперев мне в нос свои сиськи. Ещё бы! Вот бы мне такой дар раньше! Сколько бы всего можно было изменить! Сейчас я дам тебе две горошины, проглоти и запей. Не брезгуешь? Она отошла к столу, дав мне немного отдохнуть. А смысл? Их же все в улей глотают! Вот и верно! Спараны, горошины, янтарь и жемчуг, как и всё остальное в улей стоят денег. Спараны и есть самая мелкая монета у нас. Новичку мы выделяем подъёмный и кредит, но ты должен сам зарабатывать в дальнейшем. Это тебя не пугает, надеюсь? Для меня здесь найдётся работа. Сколько хочешь, клок-стопперы с радостью возьмут в рейдеры. Ты ведь не боишься трудностей, парень? Кем ты до этого был? Хохотушка поставила чашку с чаем на стол. Пей! Наемным убийцей! К нам недавно привозили американскую художественную ленту в часть, лицо со шрамом, про ихних гангстеров, то есть бандитов. Красиво ничего не сказать, но для нас они жидковаты, бар мочет про какой-то стержень внутри. Вон у нас повар с полевой кухни в часть ехал. Повстречался ему целый грузовик фрицев, так он закидал их для начала гранатами, а потом добил топором самых живучих. И они про стержень еще говорят, но самих на полях боя не видно что-то. Вот сейчас мне захотелось напугать Виолетту. Я и голосом главного бандита из фильма сказал, кем работал. К моему удивлению, она даже не моргнула. А, понятно, у нас здесь таких половина стаба, вот точно тебе дар прямо в десятку попал. Радуйся. Ну как, чувствуешь чего после горошин? Легче стало, голова прошла. Как даром пользоваться Виолетта? Потренироваться надо, значит, запоминай первое. Скорость у клок-стопера постоянная, предельно из возможных для человека. Исходя из особенностей организма, очень большая вероятность получить травму, если столкнешься со стеной, к примеру. И она радостно засмеялась. Будь осторожен, также можешь сломать руку, если сильно ударишь кого-нибудь в этом состоянии. Скорость, масса, сила, помнишь? Достаточно просто толкнуть, и твой объект сломается пополам. Контролируй себя. Второе. Со временем дар будет расти и крепнуть. Ты уже сможешь дольше находиться в таком состоянии. Не пять, а семь секунд. У развитых клок-стоперов время доходит порой до минуты. За минуту представляешь, что можно сделать? Ага, я слушал ее как зачарованный. Третье. Дар нельзя активировать, когда тебе вздумается. Для начала раз в сутки, пять секунд в сутки. Будешь принимать горох месяц, интервал станет меньше, продолжительность дольше. Скажем, семь секунд раз в двадцать три часа. Так это работает. Ну и самое главное, ты должен придумать спусковой механизм для дара. Иначе его не включить. Это может что угодно. Слово, имя, какое-то воспоминание. Слово? У меня в голове крутилось только одно слово. Не то, что вы подумали. Одер, вот эти говнюки ушли от меня безнаказанными, я-то уже настроился, силы подкопил, и они. Придется здесь уже выплеснуть всю накопленную злость, и похоже, тут полно желающих получить по мозгам. Есть такое слово. Тогда ты его про себя проговариваешь и активируешь дар. На пять секунд вокруг тебя весь мир застывает, только здесь не надо. Поспешила она добавить. Переломаешь мне всю мебель, на улице попробуешь, все, сеанс окончен. Как найдешь жемчужину, сразу не глотай, не поленись прийти ко мне, лучше под присмотром, а то, знаешь, побочные действия бывают всякие. Спасибо, Виолетта. Я вышел в коридор, где меня поджидал дед. Поздравляю. Подслушивал? Подглядывал. Обрадовался дед. Из соседней комнаты, а ты как думаешь, знахарю мешать нельзя, но были такие случаи, когда клиент съезжал с резьбы. Виолетта может за себя постоять, но, например, непроизвольное срабатывание твоего дара может принести столько неприятностей. Допустим, я смерил его уничтожающим взглядом. Чем ты успеешь ей помочь, дед? Ты тоже клокстопер? Нет, Виолетта говорила о таких, как я. Телепортация, схвачу ее и выпрыгну и подальше. Даже через стену? Я же подглядываю, значит, вижу, куда мне надо. А что там между мной и точкой без разницы? Неплохо устроился, старичок. Ну, ты тоже, за такой дар многие готовы душу продать. Очень помогает. Ты представь только, ведь человек по дарам может уйти практически от любой опасности, даже от автоматной очереди в упор. Прикинь? Прикинул. Я смаковал это в своем воспаленном мозгу и наслаждался. Я бессмертный, но почти. Тогда вот какое дело у меня к тебе. дед поманил меня вперед по коридору и открыл еще одну дверь своим ключом. Внутри было обычное жилище безофисного пафоса. Диван, два стула и стол, заставленный всякой всячиной. В углу стоял большой сейф, на стене висела самодельная карта. Садись, виски. Не пробовал ни разу, признался я. В Советском Союзе это напиток чуждой коммунистической морали. Ну не надо, ля-ля. Обычный самогон, только очищенный лучше, чем это делает баба Маша. Тогда давай по маленькой. Еще отниму десять минут твоего драгоценного времени и отведу тебя в твою комнату. Муры, ну ты помнишь, я про бандитов говорил, постоянно нападают на караваны, идущие в центр. Но в то же время на наш сегодня, например, не напали, хотя мы тоже лакомый кусок. Я хочу, чтобы ты нашел мне стукача в стабе. Кто-то определенно стучит. Сам понимаешь, я этого сделать не могу, а ты человек свежий. Может и получится чего. За благодарность у дела не станет. Дед свое слово держит, спроси у любого. Мало информации. Где нападали, в каком количестве, по каким дням и часам, кто был старшим конвоя, куда ехали, кто дежурил на воротах, кто на вышках, кто сидел в штабе, какая у вас здесь связь есть, кто вообще знал о конвоях. Я тебе не собаку, без этого след не возьму. Тебя сам бог послал, лесник. Наливай, завтра все будет. Глава четвертая я недорого беру красавчик. Проснулся я уже глубокой ночью. На тумбочке рядом с кроватью стояли часы. Я такие видел в первый раз. Дед сказал, электронные на батарейках. Батареи для рации я видел, но когда он мне показал, какие питали будильник, я окончательно понял, что попал в будущее. По его словам, помимо гидроэлектростанций, человечество умудрилось сделать атомные станции, дающие электричество. В уле, конечно же, ничего подобного не было во всяком случае у людей. Что-то похожее было на вооружение внешников, инопланетян по-нашему, но встречались они редко и это всех устраивало. Мы еще немного посидели у него перед тем, как я пошел спать. Помню, он пугал меня мурами, любящими вырезать человеческие органы. Этим меня не удивишь, на войне я уже на все насмотрелся. Муры были заклятыми врагами остального человечества и уничтожались сразу и без сожалений. Хорошо, как скажете, кто я такой, чтобы лезть со своими порядками в чужой монастырь? Он рассказывал мне много чего еще и его 10 минут растянулись на 2 часа, пока я реально не уснул у него на диване и только после этого он отвел меня сюда, на третий этаж. Здесь было что-то вроде гостиницы для випов, как он выразился, сказал, что я вип. Я не обиделся, но сделал себе пометку выяснить, кто это. Если это плохое слово, то я спущу дедушку с третьего этажа. Голова, виски, виски, говно какое-то. Лучше правда самогона выпить. Вон у нас Петрович штабе такой гонит. Гнал. Закачаешься. Вспомнил, что надо пить живчик, отхлебнул пару глотков. Вроде полегчало, но виски все равно говно. У меня вдруг проснулся дикий аппетит, и тут я вспомнил, что на первом этаже вроде была столовая. Мне как раз дед выдал мешочек с горохом. Пойду пожалуй поем. Если столовка еще работает. Встряхнулся, умылся из кувшины, оделся. Все как на войне, и через две минуты уже закрывал дверь номера. Запомнить надо, где номер, сказал я сам себе. На двери цифр не было, и недолго думая нарисовал финкой крест. Вот теперь не заблужусь. Спустившись вниз, я нашел столовую открытой. И конечно же это была не столовая, а целый ресторан. В ресторане я последний раз был на день рождения перед войной, и там все было по-другому. Советский ресторан. Никому не советую туда попадать, если не располагаешь знакомствами среди работников заведения. Для начала ты туда просто не пройдешь, пока не дашь рубль или трешку на лапу швейцару. Затем будешь долго ждать не обращающего на тебя внимания гардеробщика, пока не пообещаешь ему переломать кости. То же самое и с официантом. Эти уроды моментально считывают сколько ты дашь им чаевых и уже никуда не торопятся. Ты можешь сидеть час, пока тебе что-то принесут. Коррупция и кормят паршиво невкусно, не то, что дома. Но все это осталось в прошлом. Стоило мне усесться за пустой столик, как рядом со мной оказалась и я прочел, что она не против проводить меня потом наверх за отдельную горошину. Не Виолетту же клеить. Покрутив передо мной попкой, она быстро принесла что-то очень вкусно пахнущее и пиво. Вот пиво в будущем было отменное и вроде даже наше. Балтика девять. Сон как рукой сняла. Я осмотрелся, зал был почти пустой, только за одним столиком сидел угрюмый мужик и чего-то писал в тетрадку попивая кофе. И еще одна компания что-то отмечала, сдвинув два стола. Восемь крепких парней, заросших бородами, отмечали убиение какого-то Рубера. Я заказал кофе и тихонько поинтересовался по какому поводу праздник. Вы разве не знаете? Это рейдеры, они сегодня убили Рубера и его стаю, которые давно промышляли на дороге. Рубер это очень опасный зараженный, но не это главное, они нашли в нем черную жемчужину. Она загадочно посмотрела на меня, ожидая реакции. Здорово, наверное, согласился я. Вы новичок? Жемчужина в Рубере это шанс один из ста. И потом она очень дорого стоит. Обычно их находят у элиты, но восьмерим справиться с ней сложно, если вообще возможно. Черную трудно достать, уточнил я. Очень. Говорят, в пекле много элиты, и там жемчуг встречается чаще, но у нас элитник нечастый гость. За ним устраивается охота, иногда это даже доходит до драк между стабами, ведь всем хочется жемчуг. Щебетала официантка мне в ухо, а я вспомнил слова деда. Он пообещал мне черную жемчужину, если я найду крысу. Это что же получается? Он крепко он их достал. Повезло ребятам, согласился я. Тебя как зовут, красавица? Маша. Официантка профессионально хлопнула ресницами и улыбнулась. А тебя? Лесник. Пожал я плечами, раз уж здесь все на позывные откликаются, то чем я лучше? Ого, я уже двух лесников знаю, ты третий. И грибы сообщила она. Я самый крутой лесник, Маша. Ты еще будешь гордиться, что знакома со мной. От скромности ты не умрешь, парень. Ты откуда такой? Я тебя раньше здесь не видела. Я из центра, многозначительно соврал я. Заливай больше, из центра он, а про жемчужины ничего не знает. А что, если меня держали в заперти все это время? Без женщин? Да откуда им там взяться? Соскучился, наверное, я недорого беру, сообщила она на ухо. Я вытащил мешочек с горошинами и вытряхнул их на ладонь. Хватит? Судя по ее глазам, здесь было на год вперед. Я взял самую маленькую засушенную и положил перед ней на стол. Ой. Она поджала нижнюю губу. Мало? Что ты, это же не спаран, целая горошина. У меня нет столько сдачи. Даже если учесть твой ужин. Один спаран мы берем за три дня за номер вместе с едой. Ну и я беру один спаран. А горошина стоит десять спаранов, а в это время все двенадцать. Не мучайся, Маша, бери, на сдачу ты мне поможешь кое в чем. Лесник, ты просто прелесть. Она клюнула меня в щеку. Я через полчаса поднимусь к тебе в номер, ты же здесь остановился? Да, на двери нацарапан крест. Я приду. Поднявшись к себе, я лег на кровать и задумался, как можно вычислить крысу. Простой, казалось бы, вопрос. Ищи, кому выгодно, и ты в нее упрешься. Просто? Невероятно. Я неистово мысленно себе аплодирую. Да здесь девяносто девяти процентам выгодно, чтобы прихлопнули соседа. Вон, как эти алкаши радовались, что жемчужину нашли. Одну на восьмерых. Ну-ну, и что дальше? Кому она достанется? Вернее, кто из них первый ее сопрет и проглотит? Так, что мы имеем? Идет караван частных лиц, если так можно выразиться в другой стаб. Каждый тащит свое. Вот. А сегодня я приехал с продовольственным конвоем, и нас никто не тронул. Значит, тот, кто засел в стабе, тоже любит пожрать. А одиночек можно, а общественный нельзя. А теперь мне все понятно, что вообще ничего не ясно. Очень большой круг лиц. Нужны детали. Мне срочно нужны детали. Но пока у меня нет здесь агентуры, хотя кто-то скребется в дверь. Агентесса. Заходи. Дверь бесшумно отворилась, и в комнату вошла Маша. Выглядела она стильно, в красном плаще с капюшоном, скрывающим половину лица и красных же туфельках. В руках у нее была бутылка вина. Ого, здесь не только самогоном угощают. Ну, привет, красавчик. Заждался? Она скинула капюшон, и на меня взглянула красивая девушка лет двадцати с небольшим. «Такую красоту я ни разу в жизни не видел», признался я. «На самом деле это было не совсем так, но женщины любят ушами, и чем больше ей насвистеть, тем она будет сочнее». Ха-ха-ха. Ну и в подтверждение моих слов Маша распахнула плащ. «У меня перехватило дыхание, пожалуй, да, красивая какая». «И вся моя, вот что горох животворящий делает?» «Ты, морячок, только не помри от счастья». И она окончательно скинула плащ, оставшись в черных чулках и поясе, и грациозно шагнула к моей кровати. С ее появлением комнату наполнила аромат ландыша. Все, дальше свет погас. Вино мы в итоге выпили только после того, как... «Ну правда, откуда ты такой бойкий?» Она водила пальчиком по моей груди, я лежал рядом с ней счастливый и опустошенный. Где-то далеко в параллельном мире шла война, или перпендикулярном, это как посмотреть, но здесь было тихо, несмотря на множество притаившихся чудовищ за бетонным забором. «Я сегодня только пришел из лесного кластера». «И сразу такой голодный?» двусмысленно спросила она. «Ну, не так, чтобы уж очень», туманно ответил я, вспоминая девочек на аэродроме. «У нас там вообще-то война идет». «Бывает. А откуда у тебя тогда столько гороха, если ты совсем свежий еще?» продолжила расспросы Маша. «Что это? Обычный интерес или...» «Дед подарил». «Дед подарил». Она даже приподнялась на локти и взглянула на меня. «Скорее солнце утром не взойдет, чем дед кому-то что-то подарит». Она опять легла только уже на меня своей жаркой грудью. «Аванс, он меня посылает в путешествие». Сморозил первое, что пришло на ум. «Он только нахер может послать. Не хочешь, не говори». Маша сделала вид, что обиделась. «Ладно, скажу. Он посылает меня в центр кое-что купить. Он говорит, что это ему не продадут, а свежаку типа меня да». «Какую-то хрень сморозил», удивился я сам себе. «Но на ходу чего значительно кивнула и отстала с вопросами и попыталась встать, но не тут-то было. Уйти ей удалось только спустя двадцать минут. Полежав немного, я взглянул на часы. Будильник показывал шесть утра, и я понял, что уже не заснул. «Выпить кофе, что ли? Вполне приличный он у них. Блин, за всей этой гимнастикой я и забыл, что хотел привлечь Машу к работе. Тем более надо спуститься в ресторан. Нет, она сказала, что пойдет спать. Хорошо, с ней попозже, но кофе сейчас». Компания из восьмерых рейдеров продолжала праздновать, распевая песни, уже изрядно набравшись. Маши не было видно, и бармен, он же по совместительству владелец этой таверны, сам обслуживал пьяных гостей. Больше всего из этой компашки выделялся противный тип моей комплекции, то есть ближе к 185 сантиметрам роста и 100 килограммом веса. Но с ужасно противным гнусавым голосом. Я нисколько не удивился, когда его собутыльник назвал его гнусом. Позывные здесь лепили метко не отходя, так сказать, от кассы. Я заказал кофе, но бармен сказал, что придется подождать, пока он его сварит. Я вышел на воздух подышать полной груди утренним бризом. Воздух, несмотря на отсутствие промышленности, все равно дымом. Не то, что в моих краях на побережье Крыма. Не успел я в полной мере насладиться, как позади себя услышал гнусавый голос. Привет, солдатик, как тебя зовут? Гнус вышел у меня из-за спины и встал прямо передо мной. За спиной я услышал остальную компанию, стоящую на крыльце. Лесник, а тебя? Меня зовут Гнус, прогундосил бородач. У меня и моих корешей есть вопрос. У нас вот спор один возник. Никак не можем понять, откуда у тебя столько гороха. Здрасте, приехали. Рубера им, значит, показалось мало, но я не Рубер, со мной сложнее будет. Ах, Маша развратница еще и стучит. Бригадный подряд у них похоже тут. Ну а что, как не обуть заезжего лоха? Найду тело утром под бетонным забором, дед почешет лысину и дальше будет искать, кто для него сделает грязную работу. Интересно, какие у них дары. Кстати, пришло время испробовать свой. Подарили, а вам-то что? Мне с детства не нравились такие театральные постановки. Да вот хотим, чтобы ты поделился с нами. Ты же не против поделиться с дядей Гнусом и его друзьями? А мы выпьем же твое здоровье, если оно у тебя еще останется. Нагло ответил Гнус и потянулся к ножу на поясе. Рукоятка у него была приметная. Голова ворона, отлитая похожей свинца для утяжеления при ударе. Не то, чтобы не весть какое изобретение, но полезное. Спиной я почувствовал, как остальные сошли со ступеней, где меня им оставалось пару шагов. Одер! Мысленно я был готов к ускорению, но что быть так? Гнус замер с открытым ртом, сквозь который виднелись гнилые редкие зубы. Его пальцы так и не сомкнулись на рукоятке ножа, когда я начал действовать. Громко сказано, если по правде. В реальной схватке приходится трудиться намного больше. Здесь же все выглядело комичным. Раз! Я силой оттолкнул Гнуса и даже заметил, как его грудная клетка опасно прогнулась внутрь и затрещали кости. Он, не меняя выражение лица, все так же с открытым ртом стал быстро удаляться от меня, приняв горизонтальное положение. Дальше, не обращая внимания на него, я повернулся, выхватывая из-за пояса свой нож. Одним слитным и привычным движением, заученным за годы войны, полоснул по груди и по шее двух самых ближних ко мне людей из команды Гнуса. Грудь первого мгновенно лопнула, извергая кровавый фонтан, но, к счастью, мимо меня. Обломки ребер проткнули куртку, выскочили наружу. Человек рухнул, как подкошенный, мой удар буквально располовинил рейдера. Второй просто лишился головы, отсеченная финкой, она поднялась в воздух и, крутясь, улетела куда-то влево. Тело еще стояло, когда я прыжком оказался около очередной пары бородачей. Два. Еще двоих стоявших рядом я достал кулаками, одного толкнул прямо в переносицу, похоже, сломав ее, а второй отделался только переломом ноги. Три. Остались трое, один из которых или понял, кто я, или сам обладал чем-то похожим, повернулся и попробовал свалить. Неплохой результат на третьей секунде пьяным но от меня обычно никто не уходил, а уж теперь даже стыдно было упускать всякую шелупонь. Его достала моя финка, пробив насквозь и врезавшись стену. Четыре. Последние двое стояли на ступеньках и не понимали, что происходит, их я просто столкнул лбами. Раздался характерный треск. Ничего, лобная кость толстая, вам только на пользу будет. Пять. Дар закончил свою работу. Я остановился и выпал в реальный мир. Вокруг была бойня. Отрубленная голова валялась на ступеньках, распоротый надвое рейдер еще трепыхался, пытаясь что-то вколоть себе. Живучий подлец. Двое последних лежали без сознания, причем у одного была только здоровенная шишка на лбу, а вот второй обзавелся превосходную вмятиной во лбу. Я уже видел один раз такой вариант, когда снаряд разорвался, так и не вылетев из ствола, и наводчику прилетела в лоб какая-то железная хрень. Похоже, бойца ожидает смена позывного на мятый или гнутый. Ха-ха. Финка моя безвозвратно сломалась. Лезвие лопнуло пополам от удара в бетонную стену. Тому, в кого она попала, повезло еще меньше. В спине у него зияла сквозная дыра. Еще один полз, подволакивая ногу, и с ужасом смотрел на меня. Он остановился и достал из нарукавного кармана шприц-тюбик и с размаху вколол в сломанное бедро. Осколки кости распороли штанину и веером торчали сквозь окровавленную ткань. Затем он сорвал с себя ремень и перетянул бедро. Еще один с прямым ударом в нос лежал, раскинув руки, вместо носа у него была кровавая лепешка. Я оглянулся ища глазами гвоздя нашей программе Гнуса. Наконец я отыскал его ноги в дыре деревянного забора огораживающего здания. Они были неподвижны, притворяется наверное, решил я. Я поднял свои руки ближе к глазам и ужаснулся. Мои кулаки были не в лучшем состоянии. Правая рука скорее всего была сломана, левая вроде только сильно ушиблена. Я повернулся к двери и увидел застывшего бармена с чашкой кофе в руке. То, что надо, спасибо. Я взял левой рукой чашку. Наверное, надо позвать Виолетту. Ребята не рассчитали свои силы. Бывает. Я поднялся по лестнице на третий этаж, внизу уже вовсю забегали люди, собирая тех, кто еще дышал. А что, неплохой удар оказывается. Я не ожидал такого, думал немного помну их, потолкаю, но то, что произошло, мне самому не очень понравилось. Да пошли они в задницу, восьмерым грабить пришли, это разве честно? Ну психанул, с кем не бывает. Я шел по этажу и с удивлением замечал, что почти на каждой двери стоял какой-нибудь знак. Галочка, три черты, круг. И еще две двери, кроме моей, интересно получается, как тогда Маша узнала мою дверь? Глава пятая Гном Удивительно, но я заснул. Видимо, дар требовал много энергии, я устал. Очнулся я от громкого стука в дверь и открыл глаза. Мои руки аккуратно лежали на животе, ничего не испачкав. Я специально промыл раны, когда поднялся в номер и, боясь испачкать куртку, подложил полотенце. Но, к моему великому удивлению, кровь остановилась почти сразу. Я взял с тумбочки фляжку живчиком и выпил. Следующим моим движением было вынуть финку из-под подушки, но, вспомнив, что она сломалась, я раздраженно крикнул. Открыто! В комнату вошел дед и Виолетта. Ожидаемо, но, что меня порадовало, я не увидел в их глазах укора после моих утренних шалостей. Дай-ка я руку посмотрю, сказала Виолетта, пододвигая стул кровати. Она быстро ощупала руку и профессионально наложила стягивающую повязку. Нормально, несколько переломов, к вечеру срастутся, только пока подожди размахивать руками. Да, лесник, я забыл тебя предупредить, что убивать в стабе дурной тон. покачал головой дед. Ну, точь-в-точь, как мой отец, когда я разбил его мотоцикл. Они поставили меня перед фактом, грабить в стабе разрешается? Ехидно спросил я, садясь на кровати. Парни выпили, расслабились. Я им открытку пришлю к Новому году, сочувственно пообещал я. Двоим точно не надо, остальные шестер выпишутся через неделю, едко добавила Виолетта. К их компании надо еще отправить, посоветовал я. Не надо, кто официанткой будет, ты? Нахмурился дед. Я тут тебе принес кое-что, как ты просил. Он положил папку, которую держал в руке на стол. Прочту, завтра начну, пообещал я. Виолетта, что вообще произошло? Это дар? Дар клокстопера, знали бы они на кого дернулись, обычно вашего брата десятой дорогой обходят. Эх, лесник, расшифровался ты не кстати, посоветовал дед. Она в деле? Спросил я, показав глазами на Виолетту. Да. Знах как ты может помочь в расследовании? Я, конечно, человек новый, здесь и многого не знаю, но как Виолетта сможет мне помочь? Могла бы сама, давно бы уже нашла крысу. Я помогу тебе. С моей помощью ты быстрее приобретешь форму, послезавтра еще выпьешь две горошины и сразу ко мне, пока твой дар находится еще в зародыше, тебе как можно чаще надо показываться знахарю. И учти, что твои визиты ко мне бесплатны для общего блага. Слушайте, я не поверю, что до сих пор никто не смог взяться за это дело. Что-то вы недоговариваете. Мы пробовали, ответила Виолетта. Но каждый раз нас постигала неудача. Стап у нас небольшой, слухи разлетались мгновенно. И тот, кому мы поручали это дело, внезапно умирал. Нападения на конвои временно прекращались, но позже начинались вновь. Кто-то сливает информацию Муром, что мы только не делали, заставляли людей сидеть готовыми на чемоданах, а затем внезапно отправляли их. Кроме них из стаба никого не выпускали. Рейдеры, те, что были в длительных походах и находились за территорией, естественно, не знали о собранном конвое. Больше передать Муром было некому. Мне надо ознакомиться с папкой, встретимся позже. Они не стали настаивать и вышли. Я открыл папку и стал читать. Почерк у Виолетты был каллиграфический, а то, что это писала она, я не сомневался. Дед вряд ли мог бы нацарапать имя и фамилию на камне своими лопатами вместо рук. Итак, что же есть в моем распоряжении? В папке были описаны нападения за полтора последних месяца. Начались они чуть меньше четырех месяцев назад. Поначалу робко, осторожно. Одно-два в месяц, затем все чаще, и вот в папке значили шесть за неполные полтора месяца. Я заинтересовался, почему вообще это происходит. В стабе сформировался более-менее стабильный костяк из трехсот человек, которые никуда не планировали перебираться. Остальные, как и я, стекались из трех кластеров в город с высокими стеклянными башнями. Он появлялся откуда-то из будущего России, так как жители его говорили на русском языке. Кластер считался быстрым и перезагружался раз в две недели. Он обладал одной характерной особенностью. Несмотря на свои размеры, он появлялся почти без жителей. Те, что там оставались в полном составе, заражались грибком и становились зомби. Людям из бетонного это было только на руку. Они быстро набивали грузовики и уезжали, не вступая ни в какие стычки с сильными зараженными. Город считался тихим местом, к тому же туда часто выходили выжившие из других кластеров. Как я, например. Такой вот перевалочный пункт. На какое-то время они оседали в бетонном, накапливая жирок. Но, прослышав о лучшей жизни, двигали в центр, так как дорога туда была Я сделал себе пометку, что нужно исследовать болото. Узкая извилистая дорога, проходящая частенько под высокими каменными склонами с одной стороны и болотом с другой. Лучшее место для засады. Так оно обычно и случалось. Камнепад, казалось, сам по себе перегораживал дорогу, и пока люди разбирали завалы, на них нападали. Сверху с уступов из болота. Нагоняли по дороге сзади или ждали впереди. То, что это работали, муры сомнений не было. Множество тела лишали своих органов. Так не делали зараженные, что было очевидно. Кстати, постоянно валяющиеся трупы на дороге стали привлекать все больше и больше зараженных. Видимо, это доставило хлопот мурам, и они стали забирать с собой тела. Во всяком случае, за последний месяц ни одного трупа найдено не было. На каменный утес они их не затаскивали, значит, сами муры имели лагерь в болотах якобы непроходимых. Первым я посмотрел, кто стоял на часах за последние два месяца. Здесь совпадений не нашлось, все часовые были разными. Или они все замешаны, или я ничего не понимаю. Пока отложим их. На воротах соответственно тоже все разные, и никто из них не покидал пределов бетонного. Конвои стартовали, когда набиралось человек 20, обычно 3-4 машины, которых было в избытке в городе. Собирали все свое барахло, накопленное за несколько месяцев, и ехали. Некоторые были довольно удачны, и к моменту выдвижения к лучшей жизни имели примерно такой же мешочек, как и у меня сейчас. Но мешочки эти, как мне показалось, муром были до одного места. По слухам, они имели гешефт лучше, обменивая органы сразу на жемчуг. За горох работали местные или местный. Все последние шесть нападений группа Гнуса была за стеной в свободном поиске. Ага, Рубера добывали, наверное. Ну что же, исполнителей с нашей стороны я, похоже, нашел. Были еще несколько групп рейдеров, но такими совпадениями похвастаться не могли. К тому же замашки Гнуса я испытал на себе. Как правило, в центр уезжали люди достаточно тихие, они для этого и ехали туда, чтобы осесть в большом городе. По статистике, они обладали небоевыми дарами и не являлись боевиками. Таких можно было легко взять на испуг. А если эти гнусавые уроды действовали вместе с мурами, то и подавно. Этих восемь, муров столько же, и вот уже поровну. Теперь, если учесть внезапность нападений и засады, то их ждал стопроцентный успех. Потом следовало быстрое потрошение, обыск и разбег. Было несколько неясных моментов. Если группа гнуса принимала участие в нападениях, то как она выходила на точку? Через болото или делала обвал? Сделать обвал непросто, надо натаскать камни и расшатать там основы и прочее. Значит, знали загоди, и, судя по информации из папки, выходили они всегда за сутки. Сутки. Кто-то им говорил заранее. Единственный раз, когда обошлось без обвала, был спонтанный выход конвоя из таба. Когда дед заставил сидеть их на чемоданах, гнус со своими ушел тогда за три дня до нападения. Вот и сходится. Ушел, но не знал, когда пройдет караван. Муры, скорее всего, тоже трое суток сидели в засаде. Бедненькие. И еще Маша. Ну, похоже, что эта тварь навочится. Красивая жуть, но тварь. Расспросить отбывающего колониста в постели о том, куда едет и что везет, у нее проблем не составит. Все в точности, как и со мной. Только в этот раз ребята перебрали лишку и не на того залезли. Ладно, пока нападений не будет, надо обследовать местность, а эти пусть лежат в больничке. Никуда не денутся. Мне нужен самый главный и как он предупреждает Муров. Вот эти два вопроса остались на повестке дня. Мне нужен дед. «Посмотрел, занятный материальчик». Я положил папку деду на стол. «В этой папке есть как минимум девять имен. Ты сам-то ее смотрел?» «Нет, мне хватает других забот», буркнул дед. «На мне и так весь стаб, вот неустойку прислали из новой земли». Дед потряс бумажкой. «Черная метка?» засмеялся я. «Тебе весело? Они хотят черную жемчужину, потому что кто-то ляпнул, что их было две в элитнике, которого мы убили. Подумаешь, трех километрах от их стен спать меньше надо было. Так что там за имена?» «Все, кроме главного. Команда Гнуса и Маша собственной персоной». «И Маша?» испуганно глянул на меня глава стаба. «Ага, она действует как наводчица. Мне очень жаль, девка, отпад просто». Мысленно облизнулся я. «Может, на перековку отправить, сортиры драить?» предложил дед. «Мне все равно, Гнуса все равно надо ликвидировать, иначе с тобой никто дело иметь не будет. Да они и тебя завалят, дай им только волю, козлов хватает». «Что дальше?» «Мне нужен проводник, я хочу осмотреть места нападений». «Один проводник?» удивился дед. «А как же зараженные, они в любое время по дороге шарятся?» «Толстые?» «Не очень, но сомневаюсь, что ты переживешь даже топтуна». «Я их и не собираюсь переживать, дед, если встретим, убьем. Мне нужен такой проводник, который гарантированно пристрелит этого топтуна. В крайнем случае два проводника, но не больше, иначе о нашей затее узнает главный». «Это кто еще такой?» «Ты меня удивляешь. Кто тебя вообще выбрал главой стаба? Ты только посмотри на Гнуса, он же дегенерат. Ты думаешь, это он выстроил всю схему?» «А кто?» «Дед реально не врубался или старательно косил под дурака с целью расквитаться со мной за мою утреннюю гимнастику». «Тот, кого я не знаю. Пока у меня есть веские предположения, что муры живут в болотах, и этот главный каким-то образом стучит им о передвижениях конвоя». «Хм... Ну ладно». Он встал и выглянул в коридор, крикнув дежурному. «Найди мне гнома». «Машу запри куда-нибудь, скоро все станет ясно, если ты хочешь спасти ее, то спрячь». Посоветовал я деду. «Куда же я ее спрячу?» «Для начала под замок, потом, когда расколем их, решим, что дед». «Нахрена мне твои проблемы, командуй сам, но раз я уже в этом деле и Маша подозреваемая, то будет по-моему», сказал я тихо и грозно. «Ты все понял? Она людей под нож пускала. Я бы просто ее к стенке поставил и все. Очень плохо, что в твоем мире не было СМЕРШа, дед». «Я все понял». «Кто она тебе? Любовница?» «Да», тихо сказал дед. «Смотри, как бы она твое имя не назвала». «Да ты что, с ума сошел? Надо мне больно против себя расследование заказывать. Чего ты от меня хочешь?» «Я простой начальник цеха в прошлом. Ну вот, обвела меня девка вокруг пальца. Если будет возможность, выведешь ее из-под удара». «Это тебе будет дорого стоить, дедушка». «Все отдам, только спаси ее. Я тебе черную дам и красную, но только если она пройдет как свидетель, а лучше вообще никак. Сможешь?» «Я может и смогу, но что скажет их главный? Амуры?» «Решим, молчи, гном идет». Дед быстро сел за стол и изобразил бурную деятельность. «Ах, ты старый хлыщ! Понятно, что ты не знал, радовался своему положению и пользовался им частенько, вызывая к себе эту б***ть. Когда Виолетта узнает о том, что вытворяла Маша, она сама тебя выкинет с должности. Как ее здесь получают? Голосованием, наверное. Я намекну пышки, не твое это место, старичок. А тема с двумя жемчужинами мне понравилась. Слушай, а ведь здесь можно жить, здесь же каждый второй замазан, а каждый первый что-то хочет. С моим то даром посмотрим, чем это закончится. В кабинет зашел невысокий мужичок, скорее даже юноша, одет, как и все, здесь в камуфляж. На плече у него висела незнакомая мне винтовка с оптическим прицелом, тоже чудным, нож, фляжка, рюкзак, скатка, хоть сейчас в рейд. Вот гном, лучший охотник и проводник в здешних краях, лично взял Рубера, что на моей памяти никому не удавалось. Юноша зарделся, как помидор. Да вы тоже скажете, до Рубера было сто пятьдесят метров, просто я попал ему в споровый мешок и он скопытился. Каждым может такое быть. Гном нервно теребил пояс, не зная, куда деть руки. С каждым, да не с каждым. Знакомься, это лесник, знаешь, как в том анекдоте? Про лесников много анекдотов, ответил гном. Этот анекдот самый печальный, сморозил дед. Вышел лесник из леса и дал всем пи***и. Вот такой вот веселый анекдот. И заржал, как и ерехонская труба. Короче, гном, ты теперь его проводник и тень, сделай, что он тебе скажет. Все, идите работайте. Мы вышли на улицу, кровь уже засыпали песком и кроме сломанного забора ничего не напоминало об утренней гимнастике. Гном внимательно осмотрелся и даже нагнулся, принюхавшись. Вы ведь здесь были утром. Ваша работа? Какая? Я напрягся. Гнус и его люди. Я вижу остатки борьбы. У меня дар такой. Я следопыт. Следы, запахи, отпечатки. Вон там на крыльце лежало. Он подошел ближе и провел рукой по доске. Голова здесь чья-то лежала, тебя поднатаскать по оперативной части и цены тебе нет. Все следы видишь. Недельной давности запахи дня три держатся, ну и наблюдательность само собой повышена. А стреляешь как? Так себе, признался гном. Я, если честно, случайно попал в Рубера. Он жрал там одного и стоял ко мне спиной. Грех было не попасть. Дай попробовать. Я снял с него ружье. Я из сорок пятого. У нас таких не было. Это СВД, снайперская винтовка Драгунова, разработана в конце пятидесятых. Ну понятно, видно-то как хорошо все. Смотри, видишь флюгер на той избе. Прямо от нас метров к двухста. Попадешь? Не знаю. А я... Я потянул спусковой крючок, винтовка вздрогнула, отдача вышла небольшая, флюгер разлетелся в клочья. Попал. Это прям для вас. Давай на ты. И сейчас она мне не нужна. Мне нужен автомат, два пистолета, нож. Тоже два. Пока все. Есть где взять? Конечно, раз дед сказал. У нас даже бронежилеты есть, но они нам вряд ли понадобятся. Через час мы вышли из оружейного склада. Я обзавелся двумя пистолетами ТТ. С ними я был хорошо знаком. Автомат гном не нашел современный АКС-74У. По сравнению с ППШ или МП-40 как небо и земля, но гном был о нем не очень хорошего мнения. Пукалка на 200 метров дальше не попадешь и не пробьешь. Как средство ближнего боя хорош, но топтунаем вряд ли остановишь, а рубера тем более. для этой цели по его словам годилось противотанковое ружье, но я думаю, что он шутил. Взял я автоматик все равно, легкий, удобный, безотказный, встречаться с зараженными в наши планы не входило, а для людей хватит и этого арсенала. Гном таскал с собой АК-12. Второго такого вооружейки не нашлось, к сожалению. Когда мы наконец вылезли из подвала, бряцая железом, работные рейдеры предпочитали не выходить по ночам за периметр, если же они находились в рейде, то оборудовали место ночлега заранее. На вышках зажгли прожектора, перед воротами поставили БМП-2. Такую машину я тоже видел впервые, я почти все здесь видел впервые и маленько офигевал от происходящего. Единственное, что оставалось старым, это люди, вот они ни капли не изменились и радовали меня все больше и больше. Говорят, мысли материальны, я частенько задумывался, как поведут себя люди в тех или иных обстоятельствах и похоже, кто-то сверху решил мне показать на самом деле, как это может выглядеть. Пойдем поужинаем, гном, я угощаю, предложил я. Пожрать я всегда рад, сегодня баранина, к тому же. Как ты узнал? Запах же не чувствуешь? Нет. Я уставился на то, как дед волочил за руку Машу и что-то злобно бурчал себе под нос. Видал? Да, похоже, он ее в подвал тащит, там у него камеры для особо одаренных. Проштрафилась Машка, теперь он ее на цепь посадит. Печально заключил гном. Ничего, ей полезно. Глава шестая, первые шаги гном. показал большой палец вниз, и я сразу упал за большой валун. Перед выходом мы договорились о сигналах, ведь не всегда было можно подать команду голосом. Большой палец вниз, падаем и прячемся, вверх встаем и так далее. Гном или Вовочка оказался умным парнем и свое дело знал на все сто процентов. На деле же это был скромный паренек, попавший сюда год назад. Биологических лет ему было 16, собственно, на них он и выглядел. До последнего времени жил в Одессе, где до этого и родился. Попал в улей аж с 2022 года, если посчитать, то я ему годился в прадедушки. Так вот, он рассказал мне страшные вещи, которые до сих пор не укладывались у меня в голове. Как мне уже сообщали, СССР победил в 1945 году. Но это было ожидаемо, если уже в начале года планировалась крупная операция в самой Европе. В конце апреля Гитлер застрелился, во что, если честно, я не очень поверил, а 9 мая стал официальным днем победы над фашистами. Затем следовал долгий путь восстановления, но уже в 1961 наш человек по фамилии Гагарин полетел в космос и стал первым из людей, увидевший Землю со стороны. Было еще множество взлетов и падений в жизни моей страны вплоть до развала СССР. Этим он меня, конечно, убил, особенно рассказами, что началось потом. В принципе, ожидаемо, когда рушатся такие образования, как Советский Союз. Войны, голод, нищета, бандиты и воры. Мои потомки даже умудрились распустить КГБ в приемницу МГБ, то есть мою родную контору в будущем, но потом все же создали ФСБ. Все бы ничего, но окончательно он меня добил известием о войне Украины и России. Причем Украина была в союзе с фашистами и по сути сама уже не являлась государством, а управлялась не пойми кем с примесью бандеровского толка. Это уже было за гранью моего понимания. Столько сил народ отдал на борьбу с этими выродками и гитлеровскими прихвостнями, а тут нате вам пожалуйста. В общем, тот вечер гном мне испортил окончательно. Историю мы задвинули в угол, тем более теперь это была уже не наша история, и он стал вводить меня в курс дел творящихся у нас. То, что в самих стабах творились нечистые дела, я уже понял. Также я узнал о претензиях одних поселений к другим, о всевозможных течениях, сектах и ложах. Довольно долго он рассказывал о зараженных и способах их убийства. В конце концов мы сошлись на том, чтобы вдвоем стараться не попадаться им. Противопоставить нам им было особо нечего, поэтому в поиск пойдем налегке, без танка, которого все равно и не было. Хотя вот в центре по рассказам того же гнома есть и танки и пушки. Наши кластеры располагались на востоке от местности под названием Пекло, и до него было довольно далеко. Вот там ближе к Пеклу можно было найти любое вооружение, вплоть до реактивных установок Ураган. Там грузились целые кластеры с воинскими складами, на которых найти можно было все и в промышленных количествах. Места были жирные, и там уже встречались серьезные элиты, на которых охотились целыми стабами. В тот вечер он не рассказал о злодеяниях Муров, о том, кто такие внешники и что к ним лучше не попадаться, о сектах типа Килдингов или Детей Стикса, о зловещих Скреберах и беспощадных нимфах. Короче, за несколько часов он вылил на меня такой поток информации, что в конце я уже не воспринимал его. Все это надо было переварить и обдумать, на что требовалось время, а пока я доверился ему. В нашем тандеме он отвечал за доставку и безопасность. Себя-то он губить не будет же. Вот и сейчас, после его знака, я ни секунды не сомневаясь, слился с окружающей средой. Перед выходом он обработал мою одежду, как он выразился, репеллентом от акул. Предполагалось, что этот состав хотя бы немного поможет от зараженных. Чутье у них было развито весьма сильно для вынюхивания свежих розовых человеков. Если ветер не гнал запах прямо им в нос или нас разделяло метров десять, то репеллент должен был помочь. На этот раз гном услышал несколько бегунов, пронесшихся в ста метрах мимо нас первым. Возможно, мы бы отбились от них, но скорее всего нет, а уж наши выстрелы привлекли бы сюда еще более крупную рыбу, что гарантировало нам переход в разряд пищи. Зараженные носились по лесу как заведенные, благо, что их мало, и они сами были не очень крупными. Пошли дальше. Гном выждал время и встал из укрытия. Скоро перегружается город, вот они в ту сторону и бегут, но там им все равно ничего не обломится. Город он большой, я не успел рассмотреть. Я знаю, тихо засмеялся гном. Мне рассказывали, как ты конвой решил в плен взять в одних подштанниках. Психическая атака, ничего ты не понимаешь, добродушно ответил я. По сути, там этого города два квартала, километр квадратный не больше, небоскребы стоят кучкой, все считай на этом, кластер крошечный, единственное, чем он привлекает нас, это супермаркет на первом этаже одного из небоскребов. Больше там братья нечего, одни офисы. Машины откуда берете? БМП? А, это за новой землей есть кластер, он гораздо больше, и там есть чем поживиться. Раз в три месяца перегружается, там уже твари побольше пасутся. Мы туда с парнями и девками из новой катаемся, а в городе эти бегуны отхватят по полной из пулеметов и всех дел. Наши как раз скоро туда собираются опять. Когда? Через пару дней где-то, нам их ждать не резон, следов не останется никаких к тому времени. Это да, я согласился, идя след вслед за проводником. Вот место, где муры нападали на конвой в последний раз, как раз за день до твоего появления, возможно, здесь что-то найдем, сказал гном, когда мы вышли из леса, по которому мы пробирались параллельно дороге. В этом месте грунтовка делала резкий поворот под нависающим над ней каменным козырьком. С другой стороны дорогу ограничивало болото, приветливо зазывая проверить твердость кочек мха. За поворотом можно было легко поставить сорокапятку и влепить в упор по головной машине, затем еще закидать гранатами сверху, но это если уничтожать, а у муров же была другая задача. За поворотом несчастных ждал обвал из нескольких больших камней, якобы упавших сверху. Пока не уберешь их с дороги, не проедешь. Конвой останавливался, сверху работали снайперы, сзади автоматчики. Ну или как-то по-другому, чтобы не попортить шкуру будущему товару. Мне было интересно одно, в какой точке они отходили в болото. Следов мы, конечно, не найдем, трясина все давно затянула, но где-то здесь существовала тропа. Гном, поищи на земле следы, меня интересует, в каком месте они прерываются рядом с болотом, а я наверх слазаю, оттуда хороший вид. Осторожнее с подъемом. Я кивнул, и спустя пять минут уже был на каменном козырьке, лег на него, чтобы не отсвечивать, как статуя рабочевой колхозницы, и вгляделся через бинокль, следуя берег болота. Внизу на четвереньках ползал гном, вынюхивая, как собака, следы. К нашему сожалению, вчера ночью прошел дождь, и на каменистой почве почти не осталось отпечатков. Гном надеялся на свой нос, а я на бинокль, выискивая возможные тропы. Если стоять и смотреть с берега на болото, то увидишь немногое. А вот, если забраться метров на двадцать и посмотреть в бинокль, то можно увидеть, где вода просвечивает тропки. Неглубоко, в сантиметрах двадцати от поверхности виднелась плотная земля, которую с берега ты ни за что не увидишь. Я внимательно осмотрел весь берег и нашел только одну подходящую тропинку под болотной водой. Она уходила в болото, петляя между кочек, казавшимися такими надежными. Вот на них-то наступать как раз не следовало. Я проследил ее метров на сто до островка, от которого уже можно было пройти в лес, судя по примятой траве, в двух направлениях. Вот так они и ходят. Только как их выманить оттуда, атаковать их через болото без проводника и не зная, что там вообще нас может ждать, я решил глупой затей. Те же бандеровцы так лихо маскировались в лесу, выкапывая целые бункеры и лазая в них через трухлявый пень. Ни за что не догадаешься, даже пройдя в метре от него, пока не натопчут или мох спня не собьют. Вот здесь по-хорошему надо засаду сделать и ждать, ведь они из своего болота вылазят не только для атаки конвоя, есть же у них еще дела. Я тихо свистнул гному, показывая, чтобы лез ко мне. Видишь, он смотрел свой бинокль в том направлении, что я указал. Ага, ну, точняк там ходят и туда же уносят тела. Раньше они на месте их резали, но теперь, чтобы не привлекать внимание зараженных кровью, уносят трясину. Скорее всего, на том островке можно найти захоронение. Согласен. Дальше идут две тропинки. Не отнимая бинокля, сообщил гном, но это я и сам видел. Причем одна упирается в трясину, левая, если по ней пойти, а нет, и правая тоже. Это как? Куда же они тогда одеваются? Это ложные тропы, спецом набитые. Они возвращаются по своим следам примерно на треть пути назад и уходят вправо. Вон, видишь, береза стоит одинокая. Вижу. Я тоже взял бинокль и вгляделся, куда указал гном. Она торчит прямо из воды. Этого с берега не видно. Деревья из воды не растут. Так вот, мимо нее и, пожалуй, уже к берегу правее метров на двести. Вот там они живут. Точно, ветки на берегу сломаны, подтвердил я. Глазастый ты, засмеялся гном. Что делать будем? Остальные места будем смотреть. Нет, эта точка самая ближняя к ним. Почему? Потому что на других они резали людей на дороге не потому, что боялись палевы или зомбаков, а потому, что их было далеко тащить. А вот здесь они реально лоханулись. Если бы и в этом месте они оставляли трупы, то их было бы труднее найти. Хотя им бы все равно это не помогло. Я по-любому сюда забрался. Я думал, что они испугались свидетелей, сказал гном. Ничего они не боятся. Гнус со своими меня возле ресторана зарезать хотел. Утром правда, но все же. Они или свалить уже хотели, им было все равно, или на стаб кто-то решил напасть. Одним словом, терять им было уже нечего. Но пасть на стаб? Голос гнома даже изменился от волнения. Чего здесь такого? Но же там четыре сотни вышки БМП. Я тебя умоляю, тот, кто их наводит на конвой, откроет с помощью гнуса ворота ночью. Дальше рассказывать? Нет. Хорошо, что ты гнуса отправил в больничку. Неплохо. Его бы еще расспросить как следует, когда очнется. Другие могут и не знать резидента. Кого? Резидент, главный в нелегальной шпионской сети. Ты только скажи, Виолетта быстро приведет его в чувство. Скажу, но пока здесь посидим, до темноты время есть. Кажется мне, что они часто здесь ходят, может, язык попадется. Кто? Чуть не плача спросил гном. В пальто, молчи, тсс. Я совершенно случайно заметил, как вдалеке качнулись ветки. На наше счастье, солнце было справа и хорошо освещало двоих дебилов со слегами, пробирающихся они вылезли на два часа позже, то блики от наших биноклей сверкали, как кремлевские звезды. Гном тоже их заметил и весь жался. Похоже, парень не практикует силовое задержание. Ладно, двоих я и сам возьму, тем более дар откатился. Да блин, я их и без дара на британский флаг порву. Сиди здесь, прошептал я ему на ухо. Поставь автомат на одиночный, и если они будут убегать от меня, стреляем под ноги. Понял? Главное, не убивай и не давай разбежаться. Я могу промахнуться, лесник, жалобно ответил гном. Тогда мы с тобой прогуляемся на тот чудный островок, где я сделаю из тебя чучело. Сиди тихо, студент. Сделав ужасное лицо, я обрисовал гному перспективу. Пока эти два олыха шаро***лись в воде, я соскользнул с обрыва и притаился в кустах вблизи тропы. Через десять минут они появились. Все мокрые сели отжиматься и выливать воду из сапог. Дождавшись волнительного момента, когда воних портянок убило все живое вокруг, я показался им во всей красе и с ТТ в каждой руке. Первый мур даже пукнул от неожиданности, второй, сидевший за первым, схватился за автомат и, к моему великому удивлению, успел даже выстрелить в мою сторону. Похоже, под дарами. Обычно такие штуки люди не успевали исполнить. Я качнул пресловутый маятник, в которого никто не верил, пока не видел в моем исполнении, но, как правило, это было последнее, что он видел. Мне нужен был один язык, тот, что с автоматом не вписывался в мои замыслы. Пули, выпущенные почти в упор, прошли мимо, но маятник не подразумевал постоянный уход от автоматического оружия. Уклониться от одной автоматной очереди на таком расстоянии было уже большим успехом, а вот вторая меня убивала в ста процентах случаев. На что и надеялся Мурс остервенением на его усатом лице выпустил еще одну. Ну уж извини, сам напросился. Я активировал дар. Не хочешь сдаваться как твой товарищ и не надо. Мне одного хватит. Одер! Одер! Два выстрела слились в один и я с интересом наблюдал, как из стволов ТТ полыхнуло. И две пули шустро направились разведать, есть ли у Мура что-то в голове, кроме говна или нет. В свою очередь ко мне приближалось сразу пять пуль калибра 7.62. Одна шла выше, другая ниже, а вот три последних должны были попасть у меня. Я нырнул под них и уже через секунду был рядом с первым Муром. Второго я уже списал со счетов, на таком расстоянии он гарантированно становился покойником. Когда Дар закончил свое действие, второй Мур уже лежал со стеклянными глазами и смотрел в облака. Первому я нечаянно сломал руку от усердия, выкручивая ее назад. Он визжал, как поросенок, пока я его вязал. Пришлось дать по печени, после чего визг превратился в хрюканье и слезы. И тут дал знать о себе гном. С каменного козырька прозвучал выстрел, и пуля прошла у меня над головой, опалив затылок, заодно поднимая вверх все волосы на теле. Я повернулся и погрозил ему кулаком. Больше гном не стрелял. Может, ему опять Рубер померещился. Снайпер из него никакой, от такой прикрышки сам пострадаешь. Буду использовать его, как разыскного пса. Спеленав негодяя, я позвал гнома. Через некоторое время он появился с понурым видом. Рука дрогнула, лесник. Начал он оправдываться. Рука дрогнула, передразнил я его. Скажи уж лучше, что вы с ним заодно. Ну уж нет, оживился гном. Тогда одень ему сапоги, а то я руки уже связал не подумавши. Сморщив нос, но без лишних слов, гном одел Муру сапоги. Сейчас мы с тобой поиграем в пальчики. Знаешь, что это? Нет. Мур пукнул еще раз. Я задаю вопрос, ты молчишь. Я отрезаю тебе палец. Я достал нож с головой ворона, отлитый из свинца. Гнусу он уже не понадобится, а мне пригодится. Я не буду молчать, не надо мне ничего резать, я боли не выношу. Ах, извините, сударь. Я шутливо дал ему с левой руки. Удар слабее, голова Мура мотнулась в сторону и из носа показалась сопля. Вот ведь уродец, никакого удовольствия его допрашивать, совершенно не то, что когда пытаешь настоящего арийца. Все плакать начинают только минут через пять. Я все покажу, с придыханием пообещал мне Мур. Я и так все видел уже. Я бесчеловечно отверг его предложение. Ты лучше скажи, кто у нас стаби наводит на конвои? Ну, чего затих? Вы меня не убьете потом? Торгуется гаденыш, знает, кто у нас засел. Нет, искренне признался я. Вот еще руки от тебя пачкать, там желающих найдется и без меня. Я не знаю, как его зовут, но показать могу. Он сидит в главном здании, в трехэтажном. Мы переглянулись гномом. Не говоря ни слова, я послал гнома вперед, а сам повел пленного. Назад мы шли дольше и вышли к стабу уже, когда начало смеркаться. В штабе, как я про себя окрестил наш чудный домик, горел свет. На первом этаже громыхала музыка и алкоголь лился рекой. Мы провели пленного на второй этаж. Перед Муру. Мазая Виолетту еще пару человек Мур не опознал. Я затаил дыхание, уже прощаясь с жемчугом, и подвел Мура к двери деда. Осторожно постучав, чтобы не спугнуть резидента, я вошел в кабинет. О, лесник, как дела? Поиски дали что-нибудь? За столом сидел дед, руки его были на столе. Я молча вытащил ТТ и направил на него. Из-за моей спины гном вытолкнул связанного Мура, кто с расширившимися от ужаса глазами посмотрел на деда. Голова седьмая Бардак Он, не поворачивая головы, спросил я. Нет, у меня просто камень с души свалился. А кто тогда дебил? Я хотел сказать, но вы меня не расслышали. Он на первом этаже плаксивым голосом сообщил Мур. Вы что это удумали? Дед показал на ствол в моей руке. Я спрятал пистолет в кубуру. Ничего ошибка, на первом этаже кто? Бармен, тихо признался Мур. Пошли, я толкнул его в спину. Стойте, дед проворно выскочил из-за стола. Я с вами и надо еще Виолетту захватить. Он а то нам зачем? удивился гном. Там сейчас тридцать человек какой-то праздник отмечают. День спасения косов от стаи бегунов кажется. Мы сейчас бармена заберем, а кто за кассой останется? Официантки уже нет. Он осекся, вспомнив, что эта информация не для чужих ушей. Ты хочешь сказать, что знахарь стаба встанет за кассу? Гном не поверил своим ушам. Если я попрошу, то встанет. Хорошо, догоняй нас внизу, пошел. Я откнул Мура стволом в спину, спустились вниз, но перед самыми дверьми я остановился. Гном, стой здесь с ним и не входи, пока музыка не стихнет. Прислонив лицом к стене Мура, гном вытащил пистолет и приставил его к затылку черного трансплантолога. Надеюсь, хоть сейчас он не промахнется. Я бы с удовольствием доверил это кому-нибудь другому, но надо было спешить. Придется заняться воспитанием мальца. Я открыл дверь в зал, содрогающийся от мощных музыкальных порывов. А где же оркестр? Ну откуда тогда так громыхает музыка? Где у них репродуктор? Назад что ли идти спрашивать у гнома? Как-то неправильно. Тогда я знаю, кто это все сейчас исправит. Я направился прямиком к стойке, за которой мелькала толстая рожа бармена. Это сволочь металл тарелки с едой на стойку, следом за ними очередью выстраивались бутылки с разноцветными этикетками. Что было внутри, я не знал. Я видел пока что только пиво и виски, а вот и знакомая бутылка. Ее сгробастала молодая дамочка с округлыми формами в короткой юбки или это был просто пояс. О, времена он равы. Простой советский человек из сороковых годов здесь получит инфаркт на второй минуте. Я собрал все силы в кулак и прошел мимо, еле удержавший, чтобы не схватить ее за задницу. Но девчонка не собиралась сдаваться и, отвернув пробку, присосалась горлышку как, как я не знаю как, и заглотила треть содержимого прямо у меня на глазах. Гном мне говорил, что в улье пьянеют медленнее, но не настолько. Девчонка поставила бутылку на стойку и забралась туда следом. После этого под общий хохот и аплодисмент и стала танцевать в такт музыки. Я решил подождать, посмотреть, что будет дальше. Тот же гном вчера мне в красках расписал, как здесь девки зажигают. Она не обманула моих ожиданий и сняла майку, под которой ничего не было, сорвав очередную порцию аплодисментов. Одним глазом я наблюдал за барменом, его руки мелькали за стойкой, подавая тарелки, бутылки, стаканы, вилки и ножи. Да, трудно вам будет без него, подумал я и снова кинул взгляд на танцовщицу. Она уже была в одних трусиках. Какие интересные у них наряды в будущем, поздравил я сам себя. Как вспомню фасон у наших модниц на аэродроме, меня чуть ли паралич не разбивает. Вы только посмотрите, узенькие, изящные, полупрозрачные, почти ничего не скрывающие. Просто прелесть. А у нас в СССР парашютный шелк в лучшем случае, если не брезент, по колено. Девочка недолго мучила аудиторию и сняла с себя последний предмет одежды под общий крик восхищения. Покрутив жопы, она была снята двумя молодцами, которые потащили ее к столу на руках. Там она еще выпила и устроилась у кого-то на коленках. Определенно веселое место. И тут в зал вошли дед, Виолетта и гном с муром. Последнему связали руки, но позади него все равно шел гном с ТТ у затылка пленного. По глазам деда я понял, что пора начинать и переместился ближе к стойке. Виолетта направилась в служебное помещение, а глава стаба вот как надо было оказывается. Послышались возмущенные выкрики с мест, но завидев деда все заглохли. Бармен, как и все остальные, уставился на возмутителя спокойствия. Налей пиво, пожалуйста. Попросил я бармена. Тот кивнул и поставил передо мной большую кружку и было полез за бочонком под стойку, как заметил связанного Мура. Его глаза сказали мне все. Он дернулся, бросив бочонок на пол, который с треском лопнул, в следующую секунду он уже получил пустой кружкой по голове и свалился кулем на пол. А потом раздался выстрел. Я резко обернулся уже с двумя стволами в руках и увидел, как Мур без башки лежит на полу, а гном с ужасом смотрит на свой ТТ, из которого мирно вился дымок. Отлично, бля! Зал замер в немом крики, и только пьяная голая девка заржала в полной тишине, как лошадь. Я быстро стойку и связал бармена. Виолетта, демонстрируя нордический характер, встала на место бармена. Смена состава, прошу всех к стойке. И кивнула деду, тот опять включил музыку. Я поднял бармена и потащил через зал к выходу. Гном, чуть не плача, поволок за ноги убитого Мура, оставляя кровавый след на полу. Дед, не говоря ни слова, вышел следом за нами, оставив всех в недоумении. «Шикарно, гном, просто прелестно ты исполнил!» прорычал на юношу дед. «Бросай его здесь и пошли с нами на допрос, Мазай уже внизу». Мы спустились в подвал, где за железной дверью нас ждал Мазай и Маша, прикованная к неработающей батарее. Я усадил на стул бармена и хорошенько его привязал. По его лицу текла кровь от моего удара кружкой, а Маша в ужасе вскрикнула. «Вопрос первый», сказал я, доставая компактные садовые ножницы, любезно подаренные мне дедом в ресторане. «Где радиостанция?» Я спрашиваю обоих, «Кто ответит первым, тот сохранит себе пальцы на руке». Маша вскрикнула и упала в обморок или сделала вид, Мазай взял ее за руку. «Откинулась!» Он пошевелил своим чудовищным носом, подозрительно похожим на березовый сувель. «Говори ты, бармен, ну и сволочь же ты, не жалко тебе, ребят, почти сотню человек замочил скотина». «Да пошел ты!» огрызнулся толстый мужик. «Жалко, что не успел всех вас на фарш пустить». «О чем он?» спросил меня дед. Он с дружком Гнусом похоже решил стап под себя взять и поселить здесь муров, надоело им на болоте». Ответил я, разогнув ему кулак и зажав большой палец ножницами. «Вот даже как! Где радиостанция чмо?» повторил дед. «Подцовки у меня, это вам все равно ничего не даст, я им ничего не передам». «Гном» я кивнул на дверь, малец выскочил за радиостанцией. «Скажи, дружок, сколько муров сидит на болоте». «Иди в жопу, откуда ты только взялся?» «Контрразведка СМЕРШ, слыхал?» Судя по его изменившемуся лицу, он как раз слыхал. «Вот и славно, я с тобой в ладушки играть не буду, как эти милые люди, я тебя выпотрошу, как твои друзья муры, я такие болевые точки знаю, тебе понравится, а это чтобы ты запомнил наше знакомство». Раздался хруст пальца и вой бармена. Маша очнулась как раз не кстати и снова упала в оморок. В этот момент вернулся гном с небольшим ящиком подмышкой. «Вот!» Он сунул мне в руки деревянный ящик. Я повертел его в руках и отложил окровавленные ножницы и попробовал открыть. Гном помог мне и вытащил из ящика продолговатый предмет с гибкантенной. Бармен перестал орать и дернулся вместе со стулом ко мне пытаясь выбить рацию за что получил в лоб свинцовой рукояткой ножа и успокоился. «Ностройки хотел сбить наверное». «Я не знаю такого оборудования. У нас радиостанции больше похожи на комод». Я повертел в руках черный прямоугольник с кнопками. «Я знаю». «Тогда передавай». «Что?» «Что завтра в полдень пойдет конвой. Где ключ?» «Лесник, здесь голосом все идет», подсказал дед. «А он говорить ничего не будет». «Или скажет что-то такое, что мы больше муров никогда не увидим», кивнул я. «Такс». «Я могу подделать его голос», сказал гном. «Ненадолго, помехи устрою к тому же, должны поверить». «А если у них предусмотрены кодовые слова?» «Да ну, лесник, они шпионы, что ли?» засомневался Мазай. «У нас будет только одна попытка, иначе придется лезть в болото, проводника ты уже грохнул, гном. Давай». «Я отдал ему рацию». «Надо выйти наверх, там связь лучше, и этот не помешает». Оставив пленников на Мазая, мы вышли на улицу. Гном включил рацию, дождался, когда загорится зеленый огонек. «Болото, прием, болото, прием!» и переключился на прием. В эфире только раздавался треск, может, они по условленным часам только выходят в эфир. Фашисты в этом плане изобретательны, двойные частоты, запасные, время связи и прочее, и тут эфир ожил. «Бармен, болото, на приеме!» Голос еле прорывался сквозь помехи, что нам было только на руку. «Болото, здесь бармен, завтра в двенадцать дня пять коробочек на первой точке, та, что ближе всех к стабу!» закричал хриплым голосом гном, имитируя бармена. В принципе, вполне похоже. «Понял, близняя точка, чего разорался?» недовольно ответила рация. «Болото, двенадцать дня, первая точка, отбой!» прохрипел гном. «Принято, до завтра!» гном выключил рацию. «Прощаю тебе стрельбу в ресторане!» похлопал его по спине дед. Гном покраснел, как помидор, у него опять появился румянец. «Иди вниз!» Подождав, пока он скроется в подвале, дед продолжил. «Что с Машей делать будем? Не при делах же, девка?» «Прям так и не при делах!» удивился я. Дед без звука достал черный бархатный мешочек и высыпал на мою ладонь две жемчужины, черную, куб должностного лица при исполнении и... «Какая Маша?» «Не слышал. Я знаю одну, но она вообще близко там не стояла». «Тогда я ее это... отпускаю, а то в ресторане работать некому», вопросительно посмотрел на меня дед. Я кивнул, и он исчез в подвале. Через пару минут он вывел спотыкающуюся мамзель под руку, и мы все вместе отправились в ресторан. Как только мы вошли в зал, лица присутствующих опять вытянулись в недоумении, кого мы в этот раз собираемся расстрелять. Дед отпустил Машу, и та, шатаясь, направилась за стойку. Один глаз ее подбит, тушь растеклась, волосы торчали в разные стороны, но она героически улыбалась неотразимой улыбкой, в которой не хватало двух передних зубов. Видимо, дед поэтому задержался в подвале, наводя ей красоту. Пьяный контингент поприветствовал королеву дня криками и улюлюканьем. Виолетта, ухмыляясь, вышла из-за стойки, передавая место Маше. Та привычно включилась в работу, то и дело прикладываясь к бутылке. «Пойдем, лесник, прими жемчуг, зубы у нее через неделю снова вырастут, не переживай». «А пальцы?» «У меня возник профессиональный интерес». «В Улье все отрастает, ну, кроме головы». Через десять минут я уже сидел у нее в кабинете в том же самом кресле. Начать решили с черной. Красную после нее принимать можно было через две недели. Запив черную, я почувствовал внутри взрыв. По венам попер жар и волосы на голове зашевелились. Мои зрачки расширились и появилось непривычное ощущение сверхсилы. Вскоре это прошло, оставив память о небывалой мощи. Виолетта встала позади меня и стала водить руками. Я опять провалился в колодец, только на этот раз он был настолько глубок, что я не увидел вверху квадрата неба. Я был тем самым ярким огнем, нанизанным на красные водоросли. Они сильно шатались из стороны в сторону, что меня начало поташнивать. В то же время я начал подниматься вверх, все больше ускоряясь с каждым сантиметром. Скорость моя все увеличивалась и вскоре я достиг вершины. Застыл и засиял пуще прежнего. Полюбовавшись на себя я очнулся. Мне показалось, что прошло не больше минуты, но на самом деле сеанс длился почти десять минут. Вот теперь ты понемногу становишься человеком. Десять секунд с перезарядкой раз в двадцать один час. После красной ты уже будешь твердо стоять на ногах. Если вдруг окажешься в другом стабе, смело иди к знахарю и принимай под его присмотром жемчуг. Ты думаешь, мне кажется, что ты здесь не задержишься. У нас очень скучно, тем более после того, как мы всех перестреляли. Еще не всех, ухмыльнулся я. На следующий день уже в десять утра я лежал на каменном козырьке. Рядом со мной расположился здоровый парень с печенегом. Пулемет из будущего меня очень впечатлил. Вообще потомки много где накосячили, но вот оружие у них получалось по-прежнему отличное. Весь отряд состоялось восьмидесяти человек. В стабе бойцами были все местные жители. Даже та девчонка, которая плясала вчера голая, сегодня лежала неподалеку с СВД. Оказалось, что она неплохой снайпер. Предполагалось расстрелять муров, когда они все втянутся на тропу. Никаких джентльменских дуэлей с ними вести никто не собирался. Единственное, что я попросил, взять парочку пленных, уж очень мне понравились садовые ножницы. В прошлом мире у меня были только ножницы для обрезания сигар, но они часто заедали, и нож частенько не мог перекусить даже мизинец. Гнома на этот раз я не стал отпускать от себя далеко, как бы ни пристрелил случайно никого. Мы лежали в засаде уже второй час, как наблюдатели заметили шевеление веток на той стороне болота. Защелкали автоматы и ружья, досылая патроны в патронник и снимая с предохранителя оружие. Все изготовились к бою, позади меня расположились двое с какой-то убийственной штукой, называемой АГС-30. Мы отползли подальше от края карниза, чтобы нас не заметили с болота. Тем временем на тропу войны выползло уже два десятка муров. Все они были легко вооружены и не собирались вести длительный бой. Они даже не удосужили взять с собой дополнительные боеприпасы. Никто не тащил на себе ящик с патронами или гранатами. Только что было на себе. Ну, ну, касатики. Чего-то мало их. Всего в болото вылезло 30 человек. Наблюдатели подождали немного и дали отмашку. Пристреленный заранее, еще ранним утром АГС-30 дал салют по хвосту колонны членовредителей. Бух-бух-бух. Фонтанчики от гранат упавших в воду и тут же взрыв. Замыкающие полетели вверх тормашками. Заработали снайперы, снимая две мишени, оставшиеся на берегу. Два выстрела слились в один и муры свалились как подкошенный. Один из них держал в руках рацию. Открытки не будет, мама, радист убит. Остальные черные трансплантологи заметались на тропе. Двое даже умудрились сойти с нее и теперь задорно пускали пузыри в трясине. Кто-то истошно заорал, вероятно, не желая умереть, а потом захохотал, но уже сойдя с ума. Засевшие на козырьке выдвинулись на позиции и началась жара. Муры приседали в воде на тропе, пытаясь уменьшить площадь поражения, ведь деваться им все равно было некуда. Печенеги работали с флангов, быстро сокращая поголовье муров. Те в ответ лупили и всех стволов, но безрезультатно, тем более, что за нашими спинами стояло солнце, ослепляя неудавшихся врачей. Через несколько минут все было кончено. Убитыми насчитали 26 человек, от некоторых остались только фрагменты после встречи с ЭГС-30. Двое сдались в последний момент, подняв руки. Еще двое лежали в воде и были тяжело раненые. Лечить их никто не собирался и в качестве микстуры им кинули пара гранат. Гранаты тоже в будущем меня впечатлили. Я вообще смотрел, как люди собираются рано утром в рейд и тихо офигевал от их экипировки. Ходил, как последний дурак, щупал бронежилет и гладил стволы и разглядывал все остальное. Двоих сдавшихся подвели ко мне. Зачем сдались? Спросил я, помня, что Муров так или иначе пустят в расход. Чего такого они знали, что надеялись на жизнь? Я показал на мордатого, сидевшего напротив тощего Мура. Гном вытащил у него изо рта кляп. Я могу сказать, где еще есть наши осведомители? Выпалил мордатый, брызгая слюной. Я опять показал на него и гном вновь заткнул ему пасть. Я показал на тощего. Я знаю больше него. Я заместитель командира. Я знаю, как зовут нашего человека в новой земле. Слишком много я. Давай я тебе палец отрежу. Ну, чего ты? Давай повеселимся, все равно завтра отрастет. Я сдам всех! Звизгнул Мура, обратив внимание бойцов на себя. Девчонка-снайпер подошла к нему быстро, достав нож и отрезала ему правое ухо так, что он даже не успел опомниться. Я даже закашлялся от такой наглости и развел руками, не зная, что ей сказать. Это тебе ублюдок застаса! Она потрясла его же ухом перед ним и выкинула его в болото. Пленный очень хотел заорать, но так сильно опасался за второе ухо, что смолчал. Запоминайте, его зовут Гепард, тот у них заведует складом вооружения, а еще Джози, он в ремонтной мастерской, отпустите теперь. Конечно, гном, утопи их в болоте. Я стал и потянулся хрустя косточками, хорошо день начался. Глава 8 Топтун и компания Готов, студент? Я критическим взглядом осмотрел гнома. СВД, бронник, станковый рюкзак, АК-12, разгрузка шестью магазинами, на поясе пистолет, фляжка, аптечка, нож и еще один пистолет на груди. Ты, Марс, собрался колонизировать? Не, лесник, жалко оставлять, вещи уже давно подогнаны и привычны. Попрыгай. Гном три раза подпрыгнул. Странно, ничего не звенит и не трещит. Бинокль где? Вот же. Он сдвинул на лоб очки. Новая модель, дед подогнал. Город на самом деле с 2030 года грузится. Там иногда встречаются интересные устройства. Очки, бинокль, а заодно они еще и в ночном режиме работают. Незаменимая вещь, говорят из экипировки солдат будущего, ратник пять. А, ну ладно, тогда живи. Вы вы то чего налегке? Спросил неуверенно юноша. Уважает. Отставить выкать. Почему налегке? Вот два ТТ и садовые ножницы больше мне не надо. Автомат в машине лежит к тому же. А если зараженные? А вот и посмотрим, как им это понравится. Ты что предлагаешь? Возьми дробовик у деда и гранаты, посоветовал гном. Хороший совет, спасибо. Когда конвой отправляется в новую землю? Через полчаса. Встретимся у ворот. Меня попросила зайти Виолетта перед отъездом. Я быстро поднялся на второй этаж и осторожно постучал в дверь. Вдруг у нее сеанс сейчас идет. Вот так обломаешь кому-нибудь жемчужину или более того, дураком с перепугу останется. Входи. Привет, Виолетта. Мы отчаливаем. Хочу пока по горячим следам сжог ваш перед новой землей закрою. Виолетта стояла у окна в полупрозрачном розовом пеньюаре и ни капли не стеснялась этого обстоятельства. Сквозь него просматривались пышные формы хохотушки. На мой взгляд, она была все же несколько толстоватой и приземиста, а так, может, даже и ничего. Когда уезжаешь? Она повернулась ко мне. О, господи, она накрасилась. Видимо, не часто этим занималась. Сейчас она чем-то напоминала мне актера из японского театра Кабуки. Развлекаешься? Я обвел несколько раз указательным пальцем вокруг лица. Просто интересно стало. Эксперименты. Садись, я тебя посмотрю перед отъездом. Красную примешь в новой земле. Там аж три знахаря. Не поленись, зайди кому-нибудь. Я кивнул и сел. Она прошла мимо и закрыла дверь. Вот это правильно подумал я, а то вдруг кто-то ворвется и у меня чердак снесет. Я почувствовал, как она положила руки мне на затылок и поплыл. На этот раз все проходило немного по другому сценарию. Я оказался в шикарном неглубоком круглом бассейне. Каменный бортик едва поднимался над уровнем воды, и мой затылок покоился над чем-то мягком. От воды поднимался пар, и она была теплой, все тело было расслаблено, и я лениво шевелил пальцами ног, плавая в воде. Бассейн освещался красным светом откуда-то снизу, больше никаких источников света не было, за бордюром сгущалась темнота. Прошла всего минута, как прямо передо мной раскрылась большая двухстворчатая дверь, и комнату с бассейном залил яркий свет она была голой и с восхитительными пропорциями гибкого желанного тела. Ее силуэт был виден во всех подробностях. Лица ее на фоне яркого света из коридора я не видел. Фигуры, длинные волосы, походка, это да. Фигурка что надо, а вот лица не видно. Она сделала шаг вперед с грацией кошки, и створки двери стали смыкаться, оставив комнате только красный свет. Теперь он лился отовсюду, а не только снизу. Девушка изящно сошла по ступенькам в бассейн и сразу погрузилась под воду. Я почувствовал, что она дотронулась своей ладошкой у меня между ног. Он отреагировал мгновенно. Наверное, она была ныряльщицей, настолько долго она умела задерживать дыхание под водой. А потом она показала, что еще и прекрасная наездница. Все это время я был в полугоризонтальном положении, вцепившись руками в бордюр. Наша скачка длилась достаточно долго, ведь под водой все медленнее, но наконец я не выдержал и взорвался. Она изогнулась и застонала тоже. Затем она также без слов грациозно покинула меня, выйдя в дверь. На этом мой сон окончился. Но черт побери, он был настолько реален, что... Я открыл глаза и увидел, как Виолетта уже без пеньюа раскрылась соседникам на тушке. Да... Застегнув штаны, я поздравил себя с удачным сеансом. Возьми на столе письмо для главы стаба новая земля, красавчик. Донеслось из другой комнаты. И счастливого пути. И тебе, пупсик, того же. Твердой походкой я направился вниз. Конвой состоял из восьми машин. По известным причинам люди некоторое время боялись покидать стаб, но теперь дорога была свободна. Ну, может быть, встретятся бегун или даже два, но это ведь ерунда. Правда, я их еще не видел. Два раза я выходил за ворота стаба, и оба раза они шарились где-то далеко. В первую нашу вылазку с гномом я лежал, уткнувшись носом в валун и не видел зараженных. А во второй раз они сами не подошли к отряду из восьмидесяти человек. На случай близких встреч на двух грузовых машинах в кузовах стояли зенитные установки. Таких я еще не видел. От внешних обводов и притаившейся в них мощи я второй раз за день пришел в экстаз. «ЗУ-23-2 лесник, не встречал еще?» Спросил меня боец из конвоя. Я отрицательно покачал головой. «Вещь незаменимая против зараженных, ну или против людей, только не когда ты попал в засаду и в тебя бьют в упор. Такая и Рубера завалит, если постараться. А элиту?» «Не уверен. У них броня лучше, чем у танка. К тому же они с такой скоростью носятся, что их в прицел сложно поймать, не то чтобы попасть. Чем же их берут? Да всем, что под руку попадется. Пушка Д-30, если повезет. Гранатомет, танк, БМП. При определенном битие и споровый мешок на затылке. Но встречаются такие экземпляры, что и споровый мешок у них под такой броней. Такие танк могут на лоскуты распустить и не заметить. Башню отрывают лапами, прикинь. Охренеть. Я задумался, это тебя не мура в болоте расстреливать. Такая тварь весь отряд сожрет и не поморщится. Но здесь таких никогда не встречали. Это далеко на западе в пекле. Далеко отсюда. Почти тысячу верст. Сюда они не заходят. Чтобы разожраться до таких размеров, им надо целый железнодорожный состав тушенки. У нас столько еды просто нет. Максимум, что здесь вырастает, это рувер. Но тоже страшная скотина без пяти минут элита. Пора ехать, прыгай ко мне в кузов. Может встретим кого постреляем. Гном сел со всеми в кузов грузовика с металлическим кунгом и маленькими окошками по бокам. Итого у нас получилось восемь машин. Две чисто в охране, на одной из которых ехал я. Одна БМП-2 во главе колонны, на ее броне сидели несколько бойцов. Две полные кибитки, набитые людьми, еще три грузовика перевозили их барахло. В пути останавливаться было запрещено. До были участки без дорог. И даже два раза придется форсировать мелкие водные преграды, помолясь тронулись в путь. Как и везде на гражданке, многие смеются над религией, но стоит только попасть в подходящие условия, как вся спесь куда-то волшебным образом улетучивается. В окопах атеистов нет, как говорил наш комроты, хотя у нас в свое время церквей повзрывали немерено. Итак, мы поехали. Первые десять километров прошли как по проспекту на скорости не встретив никого. Вот миновал знакомый поворот. Гном, наверное, принюхивается сейчас, отмечая недавний бой здесь. Дальше дорога петляла под таким же обрывистым берегом, просто напрашиваясь на засаду, но через пять километров выскочила на пологое место и уже пошла вдоль реки, втекающей в болото. Из кузова грузовика было видно далеко, вокруг виднелись бескрайнее поле и лента реки, солнце уже вскарабкало зенит. Я достал банку тушенки, война войной, обед по расписанию. Мой гид был такого же мнения, и мы начисто выскребли по банке, закусывая зеленым луком и черным хлебом. Запивали живчиком, пить что-то серьезное пока не рекомендовалось. Дорога постепенно углубилась в жидкий лесок. Повертев головой, я увидел неясные тени, стремительно перемещающиеся за стволами редких сосен. Они бежали параллельно нашему курсу. Боец развернул стволы к правому борту и дал короткую очередь в пять патронов. Бронебойные пули развалили одно дерево, и оно с треском повалилось на землю. И тут я увидел по крайней мере с десяток силуэтов. По мере их приближения волосы мои на голове встали дыбом, на нас неслись монстры из жутких кошмаров. Вначале они бежали на четырех конечностях, делая громадные прыжки, затем встали на задние ноги. Лысые черепа с увеличенными челюстями не имели растительности, уши заострены. Совершенно безумные глаза с вертикальными желтыми зрачками смотрели на нас, выискивая жертву. Чудовища обладали крепкими и острыми зубами, совершенно массивные плечи опущенные, из них вырастали перевитые толстыми мышцами лапы, которые уже с трудом можно было назвать руками. Они оканчивались длинными крепкими когтями, встречаться с ними у меня не было никакого желания, все они были голыми, их кожа носила пепельно-черный оттенок. «Лотерейчики!» закричал мой боец и полоснул по шеренге монстров со ста метров, они мгновенно прижались к земле, «Они чего? Соображают?» крикнул я, щелкая предохранителем АКС-74У. «Еще как! Держись!» Колонна только прибавила в скорости, совершенно не собираясь останавливаться и облегчать лотерейщикам задачу. Головная БМП ухнула три раза своей пушкой, следом за ней заработали зушки на грузовиках. Два лотерейщика смешно разлетелись от выстрела из БМП и, взлетев метров на десять, упали замертво. А может и нет, но проверять никто не собирался. Боец рядом со мной снял еще одного, буквально разрезав монстра пополам. Остальные попрятались за стволами деревьев и стрельба на время прекратилась. Мы ехали последними и стая вынуждена была пропустить колонну, в том числе и БМП. Теперь они не смогли по ним стрелять и остались только мы. Тут я понял их замысел и оценил интеллект зараженных. Все семеро выскочили на лесную дорогу позади нас, но к ним прибавился еще один. Этот был крупнее и агрессивнее всех. Сразу видно вожак. Топтун! Боец заметно побледнел и испугался. Я прицелился и одиночными выстрелил по стае. 5.45 только возбудили их. Я сам видел, как пули разорвали плод чудовищ, но они даже не обратили внимания на этот факт и еще больше припустили за нами. Боец забарабанил по кабине, приказывая ехать быстрее, но водитель ориентировался по впереди идущей машине и прибавить больше скорости не мог. Тогда боец взял себя в руки и короткими очередями стал отсекать погоню. Три лотерейщика споткнулись и кувыркаясь улетели в кювет. Одному удачным выстрелом начисто оторвало голову. Двое других получили тяжелые ранения в грудь, но преследователей оставалось еще много. Я посмотрел вперед по ходу движения и увидел просвет вдалеке. До пушки леса оставалось метров триста и там уже машины смогут разойтись в стороны. Тогда нам поможет БМП и головной грузовик. Да жить бы! Монстры отталкивались кто четырьмя конечностями, кто двумя заметно сократили дистанцию. Один совсем уже потерял берега и схитрился прыгнуть в кузов. Каким-то чудом боец успел его поймать на лету и части тела лотерейщика разлетелись в воздухе как шутиха. Мне на лицо брызнула вонючая струя из его потрохов. Пока я отплевывая стирал ее с лица прыгнул второй и на этот раз удачнее. Он все-таки дотянулся до стрелка и полоснул его когтями по ключице и вроде даже как задел артерию на шее. Обливаясь кровью парень успел в свою очередь задеть лотерейщика залпом из зенитки и упал замертво. Чудовище отбросило под колеса. Грузовик подпрыгнул переезжая до клава монстра. Мне ничего не оставалось делать как сесть за пульт управления огнем зушки. Лобовой щиток ограничивал обзор но зато защищал от когтей. Хотя и не совсем. Я быстро перезарядил зенитку пока лотерейщики приотстали и повел спаренными стволами вдоль дороги. Их осталось два или три и чуть позади них бежал издавая неясный костяной звук самый большой. Ну что техника из будущего спляшем? Две коротких пристрелочных и одна длинная очередь сразу минус два. Оставшаяся пара ускорилась первым как собака на четырех лапах поспешал лотерейщик. Я уже приметил что когда они собираются прыгать почему-то скалятся и опускают свои покатые плечи еще ниже. Дождавшись этого момента я встретил его длинной очередью. Славно вошли в него с десяток двадцати трех миллиметровых патрона разворотив грудную клетку. Его лысая харя мелькнула в полуметре передо мной щелкнув зубами от отчаяния и улетела под колеса. Остался только начальник топтун как сказал боец. Он похоже был самым умным. Дождавшись прыжка своего подопечного он воспользовавшись моментом выложился в рывке как настоящий бегун. Миг и он уже зацепился своими ужасными когтями за борт грузовика. Стрелять из зенитки было бесполезно и за борта показалась медвежья голова с редкой растительностью из-за ревела продемонстрировав 5-сантиметровые клыки. В голову стрелять было бесполезно она вся была защищена многоугольными пластинами поблескивающими в солнечных лучах весело играющих сквозь жидкие кроны сосен. Но я попробовал и тут же пожалел. Два одиночных 5-45 отскочили как от каменной стены и срикошетили в борт. Топтун зарычал и перебросил почти все тело через борт оказавшись кузове. Его сильная лапа с длинными когтями процарапала доску кузова насквозь. За краткий миг я увидел всю прошедшую жизнь, но тут вспомнил. Одер! Дар включился и выхватывая нож из ножен я бросился к Топтуну. Вот уж не знаю могут ли они обладать дарами, но Топтун в отличие от гнусовой компашки и Муров двигался, а не стоял на месте. Медленно как под водой, но двигался. Это какую же надо иметь скорость, пронеслось у меня в голове, чтобы Клокстоппер заметил его движение под активированным даром. Оскаленная бронированная медвежья пасть, широкая грудь и мощные лапы, крошащие деревянный борт машины. Единым рывком Топтун забрасывал свое тело в кузов грузовика. Он почти успел влететь всем своим гигантским туловищем, сбив при этом зенитку. Вступать с ним в схватку было безумием. Такого надо и правда бить гранатометом в упор. Я заметил, что на спине у него нет защитных пластин, они были только на голове и груди. Я не считал, сколько прошло секунд, но мы встретились на середине кузова. Он висел внизу, продолжая свой прыжок, а я оказался сверху с ножом в руке. Сейчас я уже сверху вниз со всей силой в заметный бугорок на его затылке. Нож, ускоренный свинцовым набалдашником, пробил хитин спорового мешка. Не думаю, что он был бронирован, но я ощутил сопротивление и сразу резкую боль в сломанном запястье. Ведь только недавно она срослась и снова перелом. Надо будет что-то сделать, наручи что-ли какие примотать. А то я каждый раз буду ломать себе руки. В этот раз я с перепугу похоже переборщил. Нож прошел топтуна насквозь и глубоко засел в досках кузова. Дар закончил свое действие и я упал сверху на топтуна. К моему удивлению тело монстра было горячим и сухим, несмотря на то, что казалось влажным в лучах света. Оно было просто глянцевым. Монстр не шевелился. Один удар в споровый мешок и все. Колонна выскочила в поле и разошлась веером. Через несколько минут остановилась и послышались голоса людей. Эй, живые есть? Кто-то бежал рядом с бортом. Я лежал на топтуне, не в силах подняться. У меня их просто не осталось. Дар сжег все, что у меня было за 10 секунд, но зато я остался живой. Похоже все. Здесь полный винегрет. Чья-то рожа веснушках выглянула «Б***ь, эти идиоты сейчас же изрешетят весь кузов». «Стой, дебил!» – крикнул я. «Не стрелять! Я живой!» Глава девятая Кузьмич Вот вам моя верительная грамота. Я передал письмо от Виолетты командиру стаба «Новая земля Кузьмичу». Он подъехал к нам на джипе с водителем. Высокий мужик в брезентовом плаще с капюшоном и узкими вертикальными усиками на худом хитром лице а-ля Ворошилов, хотя некоторые сравнивали их с усами Гитлера. Глаза на месте не стоят, то ли не честна руку, то ли слишком шустрый. Мутный тип, как сказали бы о нем в будущем. Я уже постепенно стал осваивать молодежный сленг. Кузьмич быстро пробежал письмо глазами и поднял их на меня. «Здесь написано, что у тебя есть что-то на словах? Добавишь? Да. Чего не по рации?» О таких вещах нельзя говорить по рации, тем более прослушать ее могут многие. Дело в том, что я вскрыл группу в бетонном, которая работала с мурами. Все уничтожены, но двое из сведомителей муров сидят у тебя в стабе, Кузьмич. «Вот это кардебалет!» присвистнул Кузьмич. «А кто? Знаешь?» «Ну а то, стоило мне трястись в такую даль, чтобы просто на тебя посмотреть. Уже наслышан о твоих подвигах, тебе к знахарю надо с рукой показаться». «Знахарю у вас мужчины?» «Невзначай спросил я». «Да, все три, а что?» хитро спросил Кузьмич. «Ничего, просто спросил». «Так все же, кто из наших работает на муров?» «Гепард и Джози, известны тебе такие?» «Ну ты подумай!» Кузьмич от волнения снял капюшон и снова одел. «Ну ты подумай, стервицы какие! Вот же кардебалет устроили, суки! Мне нужен Антип!» «Да, точно нужен Антип!» Он начал ходить по кругу и нервничать. «Так позови и пойдем примем их!» «Нельзя Антипа, он с гепардом корешится! А ты, ты сможешь его взять?» С надеждой посмотрел на меня грибник, как я его про себя окрестил. «Проще парен и репы!» ответил я улыбаясь. «Ты это, погоди, парень, гепард не пальцем деланный, он у нас три дара имеет, уже шесть лет в улье!» «Силен?» «Не то слово, а главное он ментат по первому дару, вмиг раскусит тебя!» Кузьмич застыл и задумался. «А что, если я тебе его покажу издалека, а ты его прихватишь, как топтуна?» «Убить?» «Нет, просто связать». «Ну, это дороже». «Я развел руками, иногда проще убить клиента, чем брать его. Вот, к примеру, подходишь ты к двухметровому фашисту и в лоб ему. Здрасте, вы арестованы». «Или проще издалека его прихлопнуть и возни меньше, это если он не нужен как язык». «Как это?» опешил грибник. «Так за деньги. Во-первых, вот эта информация тоже стоит денег. Ты забываешь о своих претензиях к бетонному». «Вот еще, они мне черную должны», взвился Кузьмич. «Мне такой кардебалет не нужен». «Хорошо, не собираешься отказываться, я сейчас над каждым сортиром в твоем стабе напишу имена тех, кто помогает Муром и поеду дальше. Тебя вместе с ними порвут в лоскуты». «Как?» «Ты не у него». «Поговори у меня еще, сам все делать будешь». «Я сделал вид, что он не надоел». «Нет, грибник за такое отношение и слова ты мне отдашь вдвое больше, а будешь хамить, прямо здесь тебя хлопну». «Ты что? Я пошутил, все, все, забыл про бетонку». Он поднял руки, изображая сдачу в плен. Шутник. «Продолжим, долг закрыт, теперь о поимке твоих друзей». «Не друзья они мне». «А поимки твоих сожителей по стабу». «Стоит это, мил человек, одна большая черная жемчужина. Не хочешь, делай сам». «С антипом или без, я не подписывался никого ловить здесь». «Ты хрен моржовый меня хочешь под танк кинуть забесплатно?» «Три дара, шесть лет вули особо опасен». «А второго тоже возьмешь? Я не могу это сделать у всех на виду. Они как бы тебе это сказать имеют авторитет в стабе. И просто так без обвинений, которых у меня нет и доказательств я не могу этого сделать». «Ну ка отсюда поподробнее». «То есть просто грохнуть без суда и следствия, чтобы никто не догадался?» «Я закатил глаза». «Ну да, типа того, я могу послать их куда-нибудь за стену вместе, а ты их...» «Две». «Что две?» Грибник от волнения облизнул губы. «Две черных мне и моему напарнику за такой кардебалет». «За такой кардебалет», как эхо повторил Кузьмич. «А ладно, по рукам». «По ногам, жемчуг вперед». «Но вдруг ты того, убежишь с ним и все». Глазки его забегали с удвоенной скоростью. Все таки не чист на руку. А кто здесь вообще чист? Мне приходится работать наемником, тоже грязная работенка. Но это же муры, они столько людей убили, попытался я себя успокоить. Я хоть здесь и недавно, но расклады уже понял. Бегать в уле особо негде, мало мест понимаешь. Смысл мне кидать тебя, может ты еще работенку подкинешь? Может и подкину, но сперва посмотрим, как с этой справишься. Завтра их обоих пошлю на соседний кластер за бензином на бензовозе. По дороге их прихватишь, карту я тебе дам вечером и к знахарю зайди, залечи руку. Передай, что от меня, они денег не возьмут. Я посмотрю, вы здесь все коварные. Гостиница у вас есть или мне до утра на улице стоять? Ой, совсем забыл, извини. Иди прямо, через сто метров после КПП справа будет большое двухэтажное строение. Там недорого берут. Публичный дом? Спросил я, шутя. Что? А, да, вход с другой стороны. Не понял юмора грибник, а сам трусцой понесся в другом направлении. Ну и ладно. Два мура, две жемчужины, хотя за них испарана много. Неплохая сделка. Гнома можно будет прокачать. Он доверился мне, бросил насиженное место. Я махнул ему, ожидавшему неподалеку, чем кончится разговор. Гном был теперь у меня кем-то вроде оруженосца и сейчас тащил с собой мой рюкзак. Я огляделся. Почему они назвали это место новая земля? Какой в этом смысл? Сам стаб аккуратно разместился на острове, хотя, как мне рассказали, вся эта земля была стабом. И даже несколько гектар леса за островом. Да, логично, конечно, засесть на острове, зараженные не любят воды. Перешейок между островом и дорогой засыпали вручную, уж очень он ровный. В итоге получился широкий ров, опоясывающий пару квадратных километров стаба. Сам стаб не больше бетонного, но расположен немного выгоднее. Во-первых, мимо него проходили три дороги от трех стабов. Все они потом сливались в один большой тракт, который проходил еще через несколько стабов и в конце концов заканчивался в центре. Дороги охранялись от зараженных и за это брали плату за проезд, за охрану, за ночлег, за девок, за все. Кузьмич недаром мельтешил глазенками, но своего не упускал. Вот хотя бы нахлобучить соседа за виртуальное преступление. Словечко-то какое. То есть за несуществующее, как объяснил гном. Во-вторых, для пополнения запасов не надо было гнать 30 километров как с бетонного. У новых землян магазин был под боком. Правда, перегружался раз в три недели, но зато ассортимент был на порядок лучше, чем в городе. И в-третьих, здесь жили замечательные по своей жадности люди, а значит богатые. Ну как? Гном приковылял, сгибаясь под тяжестью железа и рюкзаков. Норм, как ты говоришь. Дядька Кузьмич заплатит нам две черных и спишет долг твоим бетонным и о его жадности ходят легенды. Забыв про усталость и тяжесть, выпрямился гном. Ну что не сделаешь, когда тебя обещают грохнуть прямо на месте? Усмехнулся я. Угроза убийством? Он задумался на мгновение. Это хорошо. А я про что? Ну что, мой маленький носатый друг, идем покорять эту крепость? Давай рюкзак, а то, боюсь, не дойдешь. Переселенцы уже проходили досмотр, когда мы прошли КПП. Один боец был и заикнулся пощупать нас, но я предостерег плотоядного стражника от необдуманного поступка. Второй же сказал ему, что это личный гость и Кузьмича, и он завял. Гостиница оказалась там же, где и говорил грибник. Свободных номеров, конечно же, не было. Гном уже собрался выдать тетке за прилавком горошину, как в холл влетел Кузьмич и замахал руками. Ты что, Пелагея, с ума сошла с них деньги брать? Я же всех предупредил, что ко мне вожды люди из Бетонного едут или не слыхала? Пелагея, некогда в детстве пожеванная тигровой акулой, криво ухмыльнулась и ответила. Из Бетонного кто может быть? Там же одни крестьяне. Пренебрежительно высказалась она моих знакомых. Дай им люксы, заткнись, зыркнул на нее Кузьмич. А с вами мы встретимся у знахаря, найдите в соседнем здании чижа. Все включено, Пелагея, все, и девки тоже, смотри у меня. Испепелив напоследок тетку взглядом, Кузьмич быстро исчез, как и появился. Вот так вот, Пелагея, повеселел гном. Подумаешь, что же, господа, какие нашлись, фыркнула Пелагея. Мы из центра вообще-то с проверкой, просто начали с ваших бетонных друзей, можем и тебя проверить, запрещенное есть. Что же вы молчите, нет, ничего, нет, попледнела тетка. Лесник, у нее наверняка самый отстойный спек есть, за него можно и по ушам получить. Спек? Конечно. Ну что, где люкс? Я вас провожу, господа, не извольте беспокоиться. Тетка, выпрыгивая из-под штанников, повела нас на второй этаж. Я не бывал в люксах, если честно, так что мне не с чем сравнивать. Двухкомнатный номер вполне чистый и опрятный. Обед вам сюда подадут. Как они все суетятся, с чего бы это? Спросил ошарашенный гном после того, как за Пелагеей закрылась дверь. Все просто. Кузьмич пригрел у себя двух пособников муров. Не думаю, что сознательно, но они ему платят за свои должности, а он закрывает глаза на их грязные делишки. Ведь и здесь муры промышляют. Стаб ведет не одна дорога, целых три. За несколько километров до Стаба она под присмотром местных, но дальше делай, что хочу. К тому же есть еще тракт, по которому тоже передвигаются. Большие караваны они не трогают, малые же могут сдать без зазрения совести. И потом сами еще следы замести. Нифига себе, я еще слышал, что муры с внешниками активно сотрудничают, тем заказывают живых людей на опыты. Совсем нехорошо, согласился я. Сейчас отдыхаем и вечером выезжаем на место. Чего лесник, ночевать в лесу собрался? Опасно? Еще как. Но тогда мы не успеем подготовиться. Смотрю, что ты задумал. Он пошлет их на бензовозе за горючкой. Я думал напилить деревьев и завалить дорогу. Когда машина остановится свалить позади еще одно и заблокировать их, потом уже вязать. Обрисовал я ситуацию, как мне это виделось. Долго, нудно, можно проще. Сесть им отсюда на хвост на мотоцикле. У них здесь полно Уралов с колясками и пулеметами. Как у фашистов, обрадовался я. Ого, кивнул гном. Пусть себе едут заправляются, а мы их на обратной дороге тормознем. Очень просто, накидаем саморезов и прочего дерьма на дорогу. Они колесо проколют и остановятся, а тут мы. жезл полосатый сделать. Пошутил я. Если, если, не знаю. Я знаю, надо кое-что у Кузьмича взять. Вечером встретились у знахаря, и он подлатал мне руку. Кузьмич по такому случаю выдал мне наруча переходящие в перчатки с обрезанными пальцами. Затянув манжеты, я почувствовал себя намного лучше. Нагрузку на запястье теперь брали на себя вшитые стальные стержни, местные изобретения для таких как я. Обсудив детали с Кузьмичом мы взяли со склада все, что было нужно и отправились отдыхать. Лично меня к девкам сегодня не тянуло, день и так выдался суматошным. Я уснул, как только коснулся подушки, что делал гном не знаю. Мне снились лотерейщики, которые все-таки поймали меня предварительно погоняв почему-то по полю. Затем появился Руберс с усами как у Гитлера и продал меня муром. Те радостно подхватили меня под белые рученьки и пригласили в летающую тарелку, где улыбчивые внешники сразу приковали меня в грузовом отсеке. Дальше я не выдержал и проснулся весь в поту. Так и лежало еще три часа, но больше не смог уснуть. Гном заявился под утро, веселый и жизнерадостный. Видать, воспользовался гостеприимством Кузьмича. Еще через полтора часа мы выехали за бензовозом. Дорога хранилищу считалась проселочной и по ней почти никто не ездил. В принципе, делать там было нечего, туда даже бегуны, говорят, не заглядывали. Им жутко не нравился запах солярки и бензина. Отпустив предателей на километр, мы свернули за ними в лес, отсюда до заправки три километра. Туда-сюда минут двадцать ехать, назад больше, чем туда, ведь они пойдут груженными и заправляться где-то минут сорок. Мы неспеша выбрали подходящее место, растянули поперек дороги самодельную ленту с шипами и залегли в укрытие. Бандиты не заставили себя ждать и вскоре раздался рев мотора бензовоза. Шел он с трудом, медленно переваливая с кочки на кочку и, наконец, наехал на замаскированную ленту. Такие шипы Вули использовали для поимки элиты, раскидав их в самых неожиданных местах. Под собственной тяжестью элитник прокалывал себе ноги и дико орал, при этом выдавая свое местонахождение. Загонщики брали его в кольцо и... Кто-то из них умирал в итоге. В этот раз умер бензовоз. Шины лопнули и он сразу просел, оказавшись на ободах и застрял в вязком грунте. Приехали. Водила спрыгнул из кабины и взмахнул руками. Я его прекрасно понимал. Поддомкрачивать груженый бензовоз, чтобы сменить колесо, было еще той задачей. Но я их избавил от этого. На этот раз я взял СВД и насыпал полные карманы бронебойно-зажигательных патронов. Кузьмичу об этом не сказал, а то будет переживать. С третьего выстрела бензовоз решил стартовать к Марсу. Попутно сгорели два астронавта. Дело было сделано. Пламя бушевало такое, что нам засевшим сотни метров и то стало жарко. Ленту мы даже не стали забирать. На дороге расплавился почти весь грузовик, не то что шипы. Взрыв распугал стаю бегунов, мирно дремавших в лесу. Они с ужасом и не обращая на нас внимания пронеслись в другую сторону. Взрыв был слышен и тем более виден даже в стабе в пяти километрах от него. Подождав мы сделали страны. Чистая работа. Кузьмич радостно принял нас у себя в кабинете. Мы отсюда даже наблюдали, где научились. В школе. Кузьмич, рассчитаться надо бы, напомнил я. Да и поедем мы дальше, в центр. Даже не погасите? Кузьмич открыл ключом ящик стола и достал оттуда две черных жемчужины. Каждая лежала в аккуратной коробочке с бархатной подушкой. Знаете, сколько такая стоит? Ума не приложу, честно признался я. Две штуки, пять тысяч с паранов или одна красная. Может, вам на красную поменять? Предложил Кузьмич. Я прикинул, что красная у меня уже есть, а гному сразу красную глотать жирно будет. Пусть пока с черной начнет. Нет, две черных, и моего приятеля надо знахарю показать. Я взглянул на гнома, вот ведь как получается, подумал я. Живут люди год в уле, а жемчуг ни разу не принимали, все горохом давится. Как скажешь, мне понравился ваш стиль, и есть у меня одно предложение, лесник. Большое? Испытывающе посмотрел на грибника. По его комичным движениям я понял, что очень большое. Кузьмич шевелил своим ёршиком под носом, пытаясь сформулировать и в то же время пытаясь не обмануть самого себя. Весьма, наконец выдавил он на себя. С недавнего времени в зоне нашей ответственности недалеко от тракта поселились килдинги. Боевые столкновения не дали результата, они нас просто размотали, как котят. Вот вторую неделю по тракту никто не едет, боятся, тормозят все здесь, а новая земля не резиновая. Уже подумывают строиться на берегу, и я с этим ничего поделать не могу. В его голосе зазвучали истерические нотки. Ну понятно, на берегу ты уже будешь никто, и весь гэшэфт пойдет мимо. Обещали прислать подмогу из центра, но когда никому неизвестно. Килдинги воруют людей, хватают их на дорогах, они их приносят жертву на своих сборищах, уже пошли разговоры о выборах нового командира, вы и тощей задницей, кивнул я. Где-то так, да. Килдинги это кто? Сектанты, уверяющие, что они здесь живут со времен основания улья, жутко могущественные и раскачанные. И? Я поднял брови, ожидая продолжения. Может вы их тоже того взорвете? Сейчас он мне напомнил улыбающуюся акулу. КОНЕЦ